А теперь я хочу представить вам нашего нового партнера. Это компания Дисект. Команда многонациональных исполнительных экспертов. Это команда с общим опытом в сфере сетевого маркетинга 250 лет. Я прошу обратить внимание, мы заключили договор с командой профессионалов, которые делают невозможное возможным. Посмотрите сами. Приветствую всю семью APL. Мы очень воодушевлены поговорить с вами сегодня об этом новом партнерстве между APL GO и Дисект Консалтинси. Дисект Консалтинг – это уникальная группа руководителей с большим опытом в прямых продажах. Кумулятивный опыт составляет 250 лет в Европе, в Азии, в США. Мы очень воодушевлены и очень ждем начала работы с вами, чтобы стать надежным партнером семьи APL GO, которую ведет вперед Сергей Куликов. Это будет великолепное партнерство. И весь наш опыт мы направим на поддержку роста вашего бизнеса. Наши руководители, наши эксперты по прямым продажам, по маркетингу, по цифровой сфере, финансы, юриспруденция. Они помогут с развитием. И все мы, мы готовы поддержать рост компании APL GO. Наши сотрудники говорят на 14 языках. Они жили и работали в прямых продажах на 46 рынках мира. Мы внедряли практические стратегии и не можем дождаться начала активной фазы работы с APL GO. Мы ветераны в таких важных темах, как расширение на новые рынки, расширение портфолио продукции, органический рост, программы стимулирования продаж, программы лояльности. Мы с нетерпением ждем начала работы с APL GO. Сергей Куликов и я. У нас видение совпало. И мы, вы сможете использовать весь наш опыт, наш многоуровневый опыт в этой сфере, чтобы помочь максимальному количеству людей раскрыть свой потенциал. Могу вас уверить, что Сергей, он настоящий лидер. Он уважаемый бизнесмен. У него видение есть для всех вас. Именно поэтому мы очень горды тем, что нам удалось вступить в это партнерство. И чтобы семья APL GO раскрыла свой потенциал. Все прекрасно, говорит на голландском. Итак, со всей нашей страны в Dyssect Consultancy. Всем вам в семье APL GO. Я желаю вам счастливого дня рождения. Три, два, два, один. Благодарю Марка и всю его большую команду, которая создана для того, чтобы привести APL к миллиарду уже в следующем году. Как вы уже поняли, что мы нанимаем профессионалов в разных странах и нанимаем консультантов, которые уже делали подобное. То есть они имеют опыт управления в миллиардных компаниях. Поэтому мы с вами обречены просто-напросто на успех. То есть не может быть другого. Вот я хочу, чтобы вот эту установку каждый из вас сейчас принял. Всем сердцем и сознанием. Лучше может быть только один. APL. Элла, будем представлять нового спикера. Готова представить нового спикера. Ирина Толстихина, амбассадор компании APL. Участница закрытых элитных клубов Star Team и A-Club. Обладательница медали третьей степени за особый вклад в развитие компании APL. Имеет неизлечимую слабость. Тонными покупает подарки для своих внуков. Да. Откуда ты всё это узнаёшь? Очень интересно узнать, Элла. Но я могу рассказать то, чего точно не знает ни один партнёр. Ирина один из немногих лидеров, который самым первым всегда выполняет все промоушены. Какой бы промоушен ни объявила компания или лично я, Ирина тот человек, который в первую очередь выполняет любое условие. И это было на протяжении многих лет, сколько она в бизнесе. Второе. Это один из самых дисциплинированных лидеров компании APL. Это самый дисциплинированный, наверное, наш амбассадор. Потому что сказали лететь первым классом. Ирина сказала, есть. И тут же покупаете билет первым классом авиакомпании Emirates, чтобы быть во время перелёта вместе в окружении с президентом. Вот если вы хотите добиваться успеха, нужно быть там, где успешные люди. Я однажды летел, будучи дистрибьютором в самолёте, денег не было на бизнес-класс, а все большие лидеры летели бизнес-классом. И я просто использовал каждый шанс, чтобы быть поближе к этим большим лидерам. И я тогда понял, что чем больше и чаще ты будешь общаться с успешными людьми, тем быстрее ты сам станешь успешным человеком и напитаешься этой энергетикой. Вот Ирина Асталтихина, наш амбассадор, я думаю, чересчур напиталась и сейчас готова отдать свои знания, свои навыки всем вам. Внимание на экран. У этого человека 20-летний стаж в сетевом бизнесе. Она особенно тщательно выбирала компанию, с которой будет сотрудничать. Я тщательно изучила маркетинг АПЛ, проанализировала, поняла, что более щедрого, идеального и денежного маркетинга я ещё не видела. Лидер АПЛ из Владивостока, для которого не существует преград в виде расстояний и часовых поясов. Лидер, который не смог остановиться на Приморском крае и уже в процессе завоевания мира. Я поезжала и завоевывала город с нуля. Это несложно, это интересно, ведь в компании для этого есть все инструменты. Это служит каждый. Главное – следовать системе и иметь лучшее желание. Настоящий посол миссии АПЛ и отличный пример для подражания. Встречайте. Ирина Толстихина. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Ирина Толстихина. Я из Владивостока. И я очень рада, что сегодня могу пообщаться со всеми с вами. И, может быть, немножко вас узнаю больше, вы меня узнаете. Моя жизнь, наверное, как у большинства женщин России, была достаточно обычная. Учеба, школа, университет, работа, семья, дети. И, в общем-то, все вот по такому замкнутому циклу как-то и шло. Пока в мою жизнь не пришел сетевой маркетинг. Это перевернуло вообще все мои понимания. Это перевернуло все мои мысли. Когда я столкнулась с этим более подробно. Я поняла, что можно строить свою жизнь по-другому. Что можно выйти из тех рамок, в которые мы себя сами в определенный момент жизни заключаем. Что можно жить и радоваться. Что можно получать какие-то неограниченные доходы. То есть знать, сколько тебе нужно и посчитать, как это можно делать. Можно учиться, можно развиваться. Можно знакомиться с огромным количеством новых людей. И можно путешествовать. Все. Есть все в сетевом маркетинге. И компании, в которых я была за период более чем 20 лет, каждая мне что-то, конечно, давала. В каждой я училась где-то продажам, где-то построению сети, где-то отношениям. И, в общем-то, трудные были периоды в жизни. У меня трое детей. Я воспитывала детей сама. Они уже, конечно, все взрослые. У меня уже есть и внуки. И все мои дети, слава Богу, с высшего образования. Но вот в один из моментов, это был 2014 год. Я это запомнила навсегда. И каждый день, просыпаясь, я благодарю тот день, когда мне позвонила Евгения Новикова. Я не знаю, чем мы заслужили, что Сергей Сергеевич вдруг вспомнил, что есть такой город Владивосток. И отправил Женю Новикову к нам в Владивосток внести идею нашего бизнеса, внести информацию о нашей компании. В июне 2014 года Женя мне позвонила, нашла мой номер телефона. Мы не были абсолютно знакомы. И очень интересно с ней было тогда разговаривать. Я не помню, чтобы мы особо там общались именно по продукту, но я очень четко помню, когда Женя мне в бэк-офисе показала свой заработок. И, в общем-то, этот заработок меня тогда вдохновил, воодушевил. Но, да, решения сразу я не приняла. И здесь огромное спасибо, опять же, президенту компании Сергею Сергеевичу. Он в сентябре прилетал в наш город. И он, наверное, поставил вот такую итоговую точку. То есть, пообщавшись с ним, еще раз подумав, еще раз поговорив с Женей, 24 сентября 2014 года начался мой бизнес в ИПЛ. За первую неделю уже были подписания, были результаты, были финансовые результаты. Продукцию мы получили в октябре месяце. И у нас уже пошли результаты именно по здоровью, потому что все, кто были активированы, все эти люди стали кушать продукцию. А она у нас просто великолепная. Всем стало легче, у всех появилась энергия, у всех улучшилось здоровье. И, конечно, мы с большой радостью стали об этом рассказывать еще большему количеству людей. Поэтому спасибо огромное, ежедневно, ежечасно, и Жене Новиковой, моему спонсору, и не Семену Шишукову, моему вышестоящему спонсору, и, конечно, Сергею Сергеевичу, за то, что вот есть такая идея, есть такая компания. Трудности, конечно, тоже были, потому что, когда мы в компании и начинаем об этом рассказывать, нам кажется, ну, все классно, да, и почему другие люди нас не понимают, почему другие люди на какой-то, ну, не на нашей волне. Мы рассказываем, что есть такой замечательный продукт, мы рассказываем, что есть такие супер-возможности. А на нас, ну, на меня, конечно, как на идиотку никто не смотрел, но сказали, да, да, Ир, ты поработай, мы там посмотрим, ну, как у тебя будет и что у тебя будет. Самое главное, не расстраиваться от этих отказов. Пусть смотрят. У нас-то свои цели, у нас-то свои мечты, и мы свою жизнь проживаем. Поэтому нам нужно идти дальше, и с каждым отказом мы только становимся сильнее. И поверьте, все эти люди потом через год, через два, через три, может быть, через несколько больше лет, но они к вам придут. Они все равно будут с вами. Они будут видеть, насколько вы лучше стали выглядеть, насколько вы стали успешнее. И все равно придут и будут в нашей компании. Еще, конечно, трудности, может быть, у меня были какого плана? Наш город Владивосток все-таки в часовом режиме отличается от центральной России, потому что разница у нас семь часов с Москвой. И, то есть, когда мы просыпаемся, Москва спит, и когда мы укладываемся спать, Москва в таком самом бодром расположении духа. Поэтому сложно было вот именно в этом наладить, да, какое-то общение. Еще не было шесть лет назад так развито интернет, общение, как вот сейчас у нас в Зуме мы общаемся, да, там, как-то время уже это регулируем. Но, опять же, благодаря компании, благодаря моим спонсорам, я во Владивостоке могла спать, а бизнес мой в Москве продолжался. Встречи проходили в представительстве, встречи проводили мои спонсоры, встречи проводили мои лидеры, мои команды. И за это, конечно, тоже всем огромное спасибо. То есть нужно быть в одной связке, нужно быть вместе, нужно быть на связи. Обязательно нужно научиться свои знания, развиваться, да, самим нужно, нужно учиться, нужно читать, нужно общаться. И необходимо передавать эти знания своей первой линии. Так, чтобы они это двинули уже в глубину структуры, только тогда у нас будет единый успех. Только тогда мы дружной командой, мы пойдем к нужным результатам. А так, в общем, больше особых трудностей, если честно, я не вижу, я не знаю. Даже когда я начала свою деятельность в компании, ну, как-то, знаете, все по накатанной было, да, как у всех, да, какие-то долги были. Сын младший получал высшее образование за границей, я не могла себе позволить к нему лишний раз съездить, это же, ну, тоже все деньги. И моя... Мой бизнес в ИПЛ, он мне помог все это решить. И когда я стала уже больше понимать, когда я уже стала больше зарабатывать, когда у меня уже появились люди и в центральных регионах России, я первый раз побывала на мероприятии компании, это был май 2015 года, это Egeo Seasons, это была Турция. Я с огромным удовольствием туда приехала, поехала уже с командой. Я посмотрела на лидеров, которых я читала в журналах наших, которых я видела там на каких-то записях в Ютубе. И я послушала то обучение, те тренинги, которые дает нам Сергей Сергеевич. И стала еще больше понимать. Я стала понимать, что чем больше я буду общаться с нашими лидерами, чем больше я со своей командой буду куда-то выезжать, тем большего успеха я добьюсь. И так и получилось. С тех пор я не пропустила ни одного мероприятия компании. Я была на всех круизах. Я была на всех днях рождения Сергея Сергеевича, потому что день рождения Сергея Сергеевича это у нас особый праздник, это тоже наше основное мероприятие в январе месяце. Это всегда суперотдых, это куча неожиданностей, потому что, знаете, даже бывает, едешь на какой-то, ну даже и в круиз едешь, или на какое-то мероприятие, ты думаешь, ну что еще можно придумать? Уже все было, мы все видели, мы все знаем. Но когда мы поезжаем, нас всегда Сергей Сергеевич удивляет. Летняя академия, это вообще, я не знаю, у меня такого в жизни не было. Представляете, мне сейчас 60 лет, я уже 5 лет на пенсии, и жизнь только начинается. Жизнь начинается в таких ярких красках, в таких замечательных местах, о которых раньше бы и не подумал. Я сейчас большую часть времени провожу именно где-то в каких-то новых регионах, мне везде интересно, мне интересно посмотреть вообще эти новые города, эти новые страны, мне интересно познакомиться с новыми людьми, у которых опять же я чему-то новому научусь. И самое, знаете, вот интересное, что в общем у меня в первой линии, то есть люди, которых я сюда позвала с собой вместе, у меня 45 человек. Не все эти люди, может быть, принимают это как бизнес, кто-то просто кушает продукт, он им очень нравится. Но самое главное, что от этих людей о нашем бизнесе в ИПЛ, о нашем продукте узнали уже практически около 20 тысяч людей по всему миру. То есть по всему миру. И в общем-то это тоже созвучно с целью Сергея Сергеевича. Когда-то я слышала, он говорил, что я хочу, чтобы наши конфеты были у каждого человека на земле, чтобы каждый их пробовал, чтобы каждый их ел, чтобы каждый их смог купить. И к этому, конечно, мы идем. Посмотрите, как мы сильно развиваемся. Посмотрите, сколько у нас новых стран открывается. И даже то, что сейчас какая-то пандемия, какие-то карантины, но это же нам не мешает. Мы встречаемся в Зуме, мы общаемся, мы делимся опытом, мы обучаемся, мы знакомимся с новыми людьми. Хотя, конечно, очень хочется на каком-то мероприятии уже обняться со всеми, с теми, кого мы любим, с теми, за кем мы скучаем. И, конечно, в том числе и с Сергеем Сергеевичем. Мы же не виделись уже с прошлого года. Восьмой годовщик компании. И, конечно, вот, знаете, меня прямо радость каждый день переполняет. Переполняет то, что есть наша компания, то, что это мой образ жизни. Я это люблю, я это делаю, и я хочу в этой компании еще быть очень много лет. Потому что, ну, альтернативы, ну, какие альтернативы? Я не знаю. Очень хочется еще сказать, что, да, сейчас я в квалификации амбассадор компании ИПЛ. И знаете, что интересно? Вот, я сейчас в Москве. Я специально прилетела из Владивостока, чтобы здесь, именно на земле, отметить день рождения нашей компании, девятую годовщину. То есть, как это пропустить? И когда поставили задачу записать этот ролик, ну, ее поставили как-то прямо очень недавно. И, знаете, первые мысли такие были, ой, возмущаться, что ли, да, чего мне так прям вот впритык? Это ж надо как-то подготовиться, это ж надо что-то там придумать, это ж надо что-то рассказывать. Но, как говорит Сергей Сергеевич, у лидера нет оправданий. Поэтому я очень спокойно, знаете, что сделала? Я полистала московские отели, странички. Я очень люблю Китай. У меня в Китае сын живет уже много лет. И есть в центре Москвы такой вот очень интересный отель. Отель называется Пекин. Может быть, он и не пятизвездочный, может, он четыре звезды, но поверьте, он достойный. Мало того, в этом отеле есть номера, есть люксы, и называются они люкс-амбассадор. То есть, как все созвучно, да? Я амбассадор, я в отеле, я в таком номере. Номер очень достойный, номер очень хороший. Это в самом центре Москвы. И, в общем-то, есть возможность в такой тишине спокойно записать вот этот наш ролик. У нас есть возможности зарабатывать деньги. И не нужно эти деньги, вот знаете, как в кубышку прятать, да? Чем больше ты потратишь, тем больше к тебе вернется. Я помню, знаете, был еще несколько лет назад, Сергей Сергеевич спрашивал меня, почему ты летаешь экономом? Ну, это как-то недостойно лидера, ну, все-таки, ты уже там зарабатываешь, ну, позволь себе. А у нас, ну да, лететь 9 часов. Ну да, билет бизнес-классом стоит, наверное, в 10, а то и больше раз, чем экономом. Ну, вы знаете, как я только один раз слетала бизнес-классом. Я ж теперь даже, там, Москва, Краснодар, я тоже бизнес-классом летаю, потому что, ну, это комфорт, это удовольствие, это ты можешь спокойненько лечь, поспать. Опять же, ты можешь познакомиться с людьми, кто летит рядом с тобой, ты можешь с ними пообщаться. обычно спрашивают, если люди вот приятные, сидят рядом, и мы знакомимся, всегда спрашивают, а чем вы занимаетесь, потому что там речь о путешествиях обычно идет. Я никогда не скрываю, я говорю, я в сетевом маркетинге, я вот в такой лучшей компании. И всегда, знаете, вот удивляются, то есть на самом деле, представляете, как много людей имеют искаженное все-таки восприятие наших компаний. И они не знают о нашей компании. Даже города, ну, может быть, особо там и небольшие города, у нас-то, что там Владивосток, 600 тысяч населения всего, они тоже не знают о том, что не все знают. И наша цель, наша задача, наша миссия все-таки большему количеству людей рассказать, что есть такая компания, есть такая возможность, есть такая продукция, и тогда, конечно, чем больше людей я бы там буду знать, тем лучше мы все вообще с вами жить станем. Поэтому это вот первое, что нужно делать. Нужно рассказывать, нужно учиться, нужно бывать на всех мероприятиях компании, нужно слушать, главное, своих спонсоров и свое руководство. Вот в какой-то момент я поймала себя на мысли несколько лет назад, что легче вот расслабиться, слушать, что говорит Сергей Сергеевич и делать то, что он говорит. Потом по итогу получается, что он-то всегда прав. Можно сопротивляться, да, там, сказать, я там несколько раз, Сергей Сергеевич, тебя старше, я такая вся умная. Оказывается, нет, не всегда и бываешь самой умной. И здесь вот помощь именно нашего президента, здесь помощь наших спонсоров, ее нужно всегда принимать с благодарностью. И поэтому еще раз я не устану говорить, что я очень благодарна и руководству, и спонсорам. И, конечно, я очень благодарна своей команде, потому что многие из моей команды и структуры по разным городам мира, кто-то, вот у меня Вика Цесарковская, она уже три года развивает в Узбекистане этот бизнес. Молдова, Наташа Бусуюк, Лилиана Кручкевич, Болгая, Даниэла Каларова, ну, просто все молодцы, я просто ими восхищаюсь, насколько вот они сильные, позитивные. И вот, да, позитив, это тоже самое у нас главное. Когда вы открыты людям, когда вы это делаете со всей душой, с добром, люди это чувствуют, то люди к вам тянутся, и люди пойдут с вами. И представляете тогда, какая у вас сплоченная будет команда? Это же на самом деле здорово. Мы все пришли к этой годовщине с какими-то результатами, с результатами по здоровью, с результатами по бизнесу, с результатами по квалификации. Конечно, я всех поздравляю от всей души, кто этот год сделал такие потрясающие вещи. Но следующий-то год нас ожидает, десятилетие компании. В следующий год мы должны стремиться прямо собрать себя, знаете, вот полностью, собрать все свои силы, собрать все свои мечты, все свои цели, и идти за Сергеем Сергеевичем. Посмотрите, какой он поставил цель. Выйти на миллиардный оборот, чтобы на сцене стояло 20, а то и больше человек, тех, кто зарабатывает по миллиону евро в месяц. Мне не только хочется самой быть на этой сцене, но, конечно, мне очень хочется, чтобы со мной была и моя команда. поэтому можно сейчас что сделать? Расписать свои планы, поставить цели, поставить цели квалификации. Вы же все знаете, и вы все хорошо помните, что квалификация равна деньги, да? Чем выше мы в квалификации, тем больше мы зарабатываем. И тем больше мы можем себе позволить, тем больше мы можем себе купить, там, я не знаю, съездить, помочь кому-то. Это же классно. И самое главное, нужно здесь вот очень хорошо слушать именно Сергея Сергеевича. Вот смотрите на него. Если вспомнить, можно вот такую аналогию, что у каждой мамы есть, соответственно, ребенок. И этот ребенок для нее самый лучший. И вот также для нашего президента самый лучший ребенок это его компания. И конечно он будет говорить и так и есть, что моя компания самая лучшая, что мои лидеры самые лучшие, мой маркетинг самый классный, мой продукт самый замечательный. И нужно этим тоже проникнуться. Потому что есть люди, которые приходят в нашу компанию, я часто таких наблюдаю, ну пришли такие, потусовались, посмотрели, пошли куда-то дальше, искать очередного счастья. А если мы все вот так будем думать о своей компании, как о своем детище, и будем говорить, что мы самые лучшие, но так оно на самом деле и есть. Вы будете самые лучшие, вы и есть самые лучшие. И самое еще главное, посмотрите на наших лидеров, кто именно лидеры, кто зарабатывает хорошие чеки, у кого огромные структуры, посмотрите, какие они все позитивные, они не уходят в какие-то депрессники, может быть, если там что-то и бывает, об этом они никогда не скажут и не покажут, да и некогда нам в принципе в депрессии уходить. Мы с вами, мы хотим, чтобы и вы были такими же, и мы это передаем, мы это транслируем, и опять же этому всему учимся у Сергея Сергеевича. Меня часто спрашивают, как я добилась успеха, как я вообще добиваюсь каких-то результатов. И знаете, я над этим серьезно подумала. И наверное, я считаю, что секрет успеха, он очень прост. Во-первых, будьте всегда позитивными. Я не воспринимаю негатив, я не люблю ругаться и не позволяю делать это другим. Если какие-то даже негативные вещи мне говорят, то ну либо я конечно выслушаю, мы найдем там какие-то точки соприкосновения, либо я просто перенесу этот разговор. Советую вам делать то же самое. Еще я очень люблю в нашей компании весь тот информационный бизнес, который она нам дает. Всю эту информацию. Бэк-офис. Я считаю, что обязательно нужно знать бэк-офис полностью. Обязательно нужно понимать, что где там находится. Я очень люблю наши ролики, я люблю наши журналы. я всегда смотрю и знаю где у нас в бэк-офисе рассказывается, дается там структурирование какое-то. Как можно сделать анализ своей структуры. Спасибо марафону, который провел с нами президент компании в этом году, научил нас некоторым вещам. Я люблю смотреть, как наши лидеры добиваются успеха, потому что какие-то фишки можно же у них тоже перенять. Поэтому нужно быть в курсе, нужно быть в нашей жизни. Какое счастье, что у нас есть система обучения. Вы же посмотрите, IPL офис, там есть все, там хочешь слушать, слушай, хочешь читать, читай, хочешь выступить, выступай, пожалуйста, все готовое, даже не нужно самому там сильно напрягаться, но опять же, можно какую-то тему взять, почитать, как дает компания, может быть, если хотите своим чем-то дополнить, и это тоже сыграет вам на пользу. Наверное, несколько лет назад у меня в бизнесе немножко страдала тема делегирования, команда образования, и когда я готовила эту тему для выступления на Лиджио Сизонс, поверьте, я это очень хорошо проработала, теперь я делегировать могу отлично, это тоже в общем-то моя особенность, я люблю, когда команда делает что-то сама, когда мои лидеры делают что-то сами, не нужно никого заставлять, не нужно никого напрягать, нужно объяснить, нужно помочь, нужно раскрыть эту задачу, и наверное это как-то сделать знаете, ну так, не навязчиво, не обижая этого человека, может быть сделать вместе, но поверьте, когда вы научитесь хорошо делегировать, для вас бизнес вообще будет в кайфе, еще наверное самое самое главное для меня APL это семья, для меня APL это образ жизни, я не хочу сказать и не могу наверное сказать, что я прям круглосуточно вот именно APL, но да, я на 100% в этой компании, но также я на 100% и в своей семье, в своих детях, я на 100% в путешествиях, я это очень люблю, безумно люблю новые места, также я на 100% в обучении, учиться надо и это очень хочется, я также на 100% и в каких-то там видах отдыха, но это уже не путешествие, это когда я дома, я тоже нахожу чем заниматься, то есть понимаете, у нас нет такого да, 100%, у нас компания EPL дает нам вообще тысячу процентов, тысячу процентов всего, все, что вы можете, все, что вы хотите, все будет, все, все у вас будет, все будет у нас, и огромная моя благодарность вообще, что, наверное, сильно я просила у вселенной, что мне предстоит послана эта компания, то, что я могу вне себя реализовывать, то, что я могу в этой компании знакомиться с кем-то, что я могу быть с другими людьми, что я могу расти здесь и по квалификациям, я могу здесь расти и по обучению, и я вам всем желаю этого же, я вам всем желаю, погрузитесь сюда, поймите, проникнитесь, и я буду очень счастлива и рада видеть вас всех на следующих мероприятиях, я вас всех люблю, огромное спасибо. Элла. Германия на связи. Ирина Войтюк, международный директор компании APL, обладательница престижной премии «Золотой листок» в номинации «Экспансия» в 2018 году. Участница закрытого клуба «Даймонд Флайт» входит в топ-30 чеков компании. Супер, супер, я думаю, что добавить стоит здесь одно, что Ирина очень творческий человек. Что говорится из нашего теста, потому что любит организовывать события, мероприятия, подобные летней академии и масса других форумов, семинаров. В общем, с ней не соскучишься точно так же, как и с компанией APL. Ирина, ты на связи? Прием! Прием! Если ты снимешь маску, будет лучше слышно. Да, ну, маска как бы это против пандемии, мы хотим ее снять, конечно же, и представить всех, поблагодарить всех, приветствовать. Сегодня мы в прямом фире, у нас беззак, это круто, и мы также такая прямая консесса достала прям просто вот в Турции в шикарнейших местах мы сегодня с командой после предприятия. дня рождения мы уехали дальше ржать. Ирина, я понимаю, есть задержка, мы в прямом эфире. Где ты находишься, что за горы позади тебя? Мы находимся с командой сегодня, мы летели Истамбула, мы находимся в Кападокии, это мечта моей жизни оказалась не только моей, моей командой, мы улетели сегодня, и здесь отдыхаем и путешествуем. Завтра у нас полет на Шарах, над Кападокией, и поэтому команда здесь, вот, когда нам сказали выходить в эфир, вот, какую локацию нашли, и мы сейчас находимся здесь. Супер, а завтра обязательно запиши сюжет подушного шара, договорились? Да. Все, буду ждать твои сторисы завтра. А сейчас передаю тебе эту сцену, пожалуйста, зажигай. Благодарю, обожаю компанию ИПЛ, еще раз всех с днем рождения, и мы действительно очень рады, что мы находимся в этой компании, но вначале хочу представиться, то, что сейчас озвучили все, это, конечно, уже наши такие регалии, которые мы заработали в компании ИПЛ, хотя у нас семьей абсолютно не было никакого опыта. Буквально больше, чем три с половиной года назад я лично сама нашла компанию ИПЛ, мне ее никто не предлагал, но и было единственное, что хорошо, что на буклете стоял номер телефона. И когда я увидела этот буклет и посмотрела, думаю, что-то новое. А когда человек молится, знаете, когда вы молитесь, просите о чем-то, просите о здоровье, просите о бизнесе, просите о путешествии, а мы очень обожаем путешествовать, и когда ты просишь о чем-то, то обязательно нужно обращать внимание на знаки, которые тебе дает судьба. Вот в тот момент как-то я это прочувствовала и поняла, что вот этот буклет, который еще был в таком зеленом цвете от компании EPL, что это был знак. Когда я его взяла, я увидела номер телефона, я позвонила и спросила сама, что это такое, могли бы вы меня познакомить. Я встретилась, я проехала сколько, 30-40 километров, забыла еще также сказать, что мы вообще родом из города Караганды, Казахстан, в Германии проживаем более 21 года с семьей, мы женаты, вот мой супруг Вадим Вайтюк, у нас трое замечательных детей, вот, и мы проживаем на границе, скажем, в самом запад Германии, это граница Люксембург, Бельгия, Франция, Голландия. И вот это первая встреча, чтобы познакомиться с компанией EPL, я проехала 40 километров, чтобы встретиться с незнакомой девушкой, проехала в Люксембург, чтобы послушать, что это такое. Ну, конечно, когда что-то новое, интересное, меня это заинтересовало, я зашла сразу на пакет 600, заплатила деньги, и, вы знаете, ну, прошла неделя, прошла две недели, прошел месяц, два месяца, три месяца, продукта не было, девушка мне ничего ответить не могла, и, в общем, я дождалась 4 месяца, 5 месяцев, и затем все-таки продукт появился в Германии, я тогда не знала, что он был, ну, сейчас можно уже сказать, да, наверное, что это было контрабандой, вот, и мы были в какой-то очереди определенной и ждали этого момента, ждали этого момента, чтобы начать пробовать этот продукт. Когда продукт появился у нас, я, конечно же, слышала очень много о сетевых компаниях, у нас был свой предпринимательский бизнес, у нас был свой магазин, у нас было свое турагентство, но это не приносило тех денег, того куража, например, если турагентство, я понимала так, если открываю турагентство, значит, буду путешествовать, но не в том-то дело. Я отправляла туда туристов, но сама находилась все время в офисе, и мне это не нравилось. И еще одно большое преимущество того, я думаю, что это большой плюс, что умела вовремя остановить какие-то вот такие некачественные вложения или некачественную работу, которая мне не приносила удовольствия. Вот, и когда познакомились все-таки с компанией EPL, я вообще даже не подозревала на тот момент, что именно все мои молитвы, которые я молилась, как говорится, наедине с собою, наедине с Богом, со Вселенной, чтобы иметь путешествовать, уметь возможность путешествовать, чтобы были деньги, чтобы было признание, всегда ему хочется признания, да, даже работая, пускай в магазине или еще где-то, когда тебя хвалят, когда про тебя пишут газеты, это тоже какое-то призвание. И достигали мы этих результатов. Вот, в компании EPL вот этот маленький зеленый буклет, я даже, не могли мы подумать, что мы все получим в одном лице, что это будет все в компании EPL. Ну, вот настолько, вы знаете, с первого дня, и я была по жизни раньше такая, вот даже замуж выходила, да, мы с супругом всего знали друг друга три дня, он мне сделал предложение, я вышла замуж. Вот за компанию EPL, можно сказать, я сразу приняла решение, это такой же был судьбоносный момент, когда принимаешь решение, вышла, скажем, за компанию EPL замуж, и мы очень живем, да, теперь уже мы живем три с половиной года дружно и счастливо. Вот, поэтому с компанией EPL, конечно же, нужно просто принимать сразу решение. Вот как приняла решение быть в компании, я знала, что в сетевых, когда я поняла, что это сетевой, и из опыта моих друзей, знакомых, которые говорили, что нужно вкладывать деньги, они какие-то были зомбированные, я всегда говорила, вот занимайтесь любым бизнесом без фанатизма. Если вы видите, да, что этот бизнес не приносит денег, что у вас уже нету тех результатов, тех успехов, которым вы стремились, зачем вы держитесь за какую-то фирму, за какую-то компанию, если вы не получаете оттуда уже никакого удовольствия. Вот, поэтому с компанией EPL слава Богу, у нас совсем другие сложились отношения, и с первого дня мы просто вот влились вот в эту струю счастья, удовольствия, кайфа и драйфа. Вот, всем друзьям, конечно же, я не знала, как работает продукт, проблем со здоровьем не было, на себе экспериментировать не могла, и слава Богу, чтобы на момент у меня были больные мои подружки, да, вот, я очень счастлива, потому что они болели, потому что, когда они приходили, хромали, такие, ну, с какими-то болями, кашляли, там, или еще что-то, я радовалась и говорила, слава Богу, я пришла на продукт чистку, чтобы почиститься, а как работает стоп, я не знала, и когда они приходили с болями, я была очень рада, на что Вадим всегда говорил, ну, вот, пришел еще один подопытный кролик, над которым мы будем экспериментировать, и вот так мои первые, первые партнеры стали появляться, вы знаете, в тот момент, это тоже был, может быть, хороший плюс, что не было продукта, так долго в Германии, и когда я получила свои коробочки, в том числе, когда я решила делать чистку, и когда девочки получили результат от одной конфетки, от одного дрожжа стоп, получали результат и просили меня продать коробочку, эту начатую даже уже, я сказала, я вам ничего продавать не буду, подписывайтесь, и ждите, пока вы получите этот продукт, потому что, ну, у меня были свои цели, ну, вот, девочки подписывались, ну, на тот момент доставка в Германию была, все были быстрее и быстрее, и не было уже таких долгих задержек с продукцией, и, конечно же, наши партнеры начали получать результаты, и вот так начался строить бизнес. Я очень долгое время вообще не заглядывала в бэк-офис, только что, если бы заказать себе продукт, а так, не смотрела о каких-то начислениях, и когда я увидела в уголочке там у нас в бэк-офисе, да, что стали появляться деньги, ну, если бы там было 10, 20, 30 евро, сколько-то, я бы на них просто не обратила внимания, это как обычно стартовый бонус, слышала, что бывало такое, но когда там стали появляться совсем другие суммы, я подумала, о, так здесь еще есть и деньги. Вот, хотя, когда девочки мои, первые две линии, Татьяна Янцин и Наталья Сили, на сегодняшний день, это национальные директора в моей команде, я этим очень горжусь, это два крыла, и мы даже, когда мы спрашиваем, а кто же из них подписался раньше, да, кто из них первый все-таки, вы знаете, они даже подписаны в один день, поэтому квалификации национального сделали тоже в один день, и поэтому мы все время вместе. И что еще хочется сказать, конечно же, хочется сказать пару таких моментов, вот мы начинали работать в компании, и как вы понимаете, если я пришла по буклету, спонсор, это моя больше не состоялась в компании, она ушла практически, не выдержав первой волны неудач, которые столкнулись, что не было продукции, мы все-таки оставались, мы остались в компании, вот, увидели эти возможности, нам нравилось, мы видели, что здесь можно путешествовать, и просто сразу начинали включаться, включались, а знаете, здесь просто дает тебе вот такой, какой-то кайф, драйв, ты понимаешь, что тебе здесь терять нечего, если ты вложил 3000, то что ты можешь потерять, ты ничего не потерял, ты продукт получил, стал он опять на 10 лет моложе, но, а почему бы не попробовать дальше, что здесь есть еще, тем более, как я уже в начале сказала, если вы молитесь, если вы просите, то дайте вот этой вашей жизненной возможности, этим вашим вот молитвам исполнится, и я очень благодарна, что в книге, это была первая моя книга, которую я приобрела в компании, золотая, да, Сергея Сергеевича Куликова, где стояло колесо жизненного баланса, и когда действительно, когда ты в этом гармонии, когда у тебя есть не только здоровье, когда у тебя есть путешествия, когда у тебя есть признание, когда у тебя есть деньги, и вот это колесо, чем оно равнее, тем оно жизни лучше, как говорится, так вот катится по счастливой, по дороге счастья, вот не по накатану, мы сами накатываем, вот поэтому, а когда вот эти все жизненные моменты можно найти в одной компании, это такое счастье, когда не нужно искать, чтобы, например, поправить здоровье в одной компании, чтобы, как говорится, сделать свое колесо жизненного баланса, где-то путешествие в другой компании или еще что-то, когда ты можешь это получить все в одной семье, в одном месте, ты можешь больше раскрыться, ты можешь больше показать, открыть свои таланты, и вот нужно здесь, я считаю, что быть открытым, потому что это новая компания, новый продукт, новая формация, и вот эта вот, ваша открытость очень важна, насколько вы будете открыты, настолько же вы и будете получать обратно, поэтому, вот что с первой такой части вы сейчас услышали, то, что мы в компанию пришли сами, нас не приглашали, что мы в компании начинали работать без спонсора, затем мы узнали, конечно, что мы попали в ветку и стали прямыми, это нашему теперь любимому амбассадору Эммы Поль, которая благодарна, и честно говорю, слава богу, Эмма, что ты нам никогда не мешала, что ты нам доверяла полностью своим открытым, чистым сердцем, что мы хотели, то мы и делали, потому что каждый приходит увидеть свой вот этот драйв, свой кайф, а мы очень по жизни любим, как я уже говорила, много путешествовать, и вообще быть на позитиве. Следующий такой момент, который важный в сетевом, я уверена, что кто-то из спикеров сегодня уже об этом говорил, единственная работа, которую мы должны делать, и если вы на это учитесь делать, то у вас и будет успех всегда, всегда в этой компании, это когда вы научитесь негатива делать позитив, и это просто всегда даже больше и больше мотивирует, что вы, встречается какой-то негатив, это очередное просто какое-то испытание, и ты снова понимаешь, о, а как из этого негатива, что сделать из этого, как это превратить в позитив, и как за счет этого ты растешь, ты поднимаешься дальше, и ты снова же от этого просто кайфуешь. Поэтому вся у нас команда, мы этому тоже учимся, мы этому тоже учимся, и учим также команду нашу, чтобы все вот эти вот моменты из негатива превращать в позитив, потому что в жизни негатив, ну, кто-то его видит, он встречается постоянно. Сейчас вы даже думали, вот так вот анализировали, какие в жизни были моменты, или вот какой сейчас может негатив нас заставить остановиться, или идти к своему успеху, мне кажется, в жизни нет никаких таких вот пределов негатива, которые мог бы помешать. Поэтому самое важное, самое важное, пожалуйста, научитесь, и вот какой бы момент в жизни вам не встречался, будь то момент, будь то момент финансовый, и вы думаете, что проблема, и что из этого можно опустить руки и не идти дальше, то всегда принимайте это, что это возможность, и просто радуйтесь, когда появляется у вас какой-то негатив даже от ваших партнеров. Задаю всегда вопрос, если партнер звонит и задает какие-то непонятные вопросы, на которые я, например, никогда даже не задумывалась над какими-то ответами в своей жизни, я задаю всегда вопрос, а это тебя к чему приведет? Вот этот вопрос, который ты задаешь, к чему он приведет? Если будет хороший, правильный аргумент, что вот этот вопрос, который задаю, мне приведет к каким-то определенным моментам, тогда можно подумать, можно из этого сделать позитив и дать, как говорится, правильный ответ. Но если сам партнер же отвечает, что в принципе ничего, просто хотелось еще больше из негатива сделать негатив, то тогда уже думаешь о том, ну в общем, из негатива, это как бы такая еще одна фишечка, как из негатива делать позитив. И всегда можно найти все, что не делается, будь то дождь, будь то снег, будь то лопнуло колесо, будь то опоздал на самолет, пандемия, или еще что-то, всегда нужно находить позитивные моменты. Поэтому вы не представляете, вот сейчас бы, по идее, мы были бы все с компанией, пиел, отмечали день рождения на шикарнейшем лайнере, на тех мероприятиях, которые умеет организовать компания, но сегодня вот за счет пандемии пришлось взять ответственность на себя, на нас всех и организовать вот такую поездку. Единственная страна, я думаю, на сегодняшний день, которая открыта, которая идет, транзитная страна, где можно было встретиться и действительно все-таки потусить, потому что благодаря компании, благодаря Ольге Владимировне, благодаря Сергею Сергеевичу, который показывает нам, и вот этот слоган, я очень пишу часто и на кружечках, и на ручках, все, что мы делаем, свои инструменты в команде, да, я всегда пишу, что APL это больше, чем бизнес, APL это образ жизни, вот эта вот кровь APL, я не знаю, она у кого зеленого, у кого оранжевого цвета, она должна, вы должны полностью быть пропитаны, вы должны кайфовать от того, что вы делаете, потому что жизнь, знаете, она не такая уж и длинная, никто не знает, сколько нам предназначено, и основное, что не ждите того момента, когда вы дойдете до цели, также еще один важный пункт, что нужно получать удовольствие от самого пути, который вы проходите, вот у вас есть цель, и вы к ней идете, и многие говорят, вот я буду счастлив, или я буду вкладывать деньги, или вот я, у меня все будет, команда там расти, вот когда я достигну вот этого, вот этого, вот этого какого-то, ну, определенного своей цели, определенного результата, так я вам хочу сказать, лучше остановитесь, и дальше не уничтожайте свою жизнь зря, или же принимайте ту позицию, какую бы вы цель не поставили, просто кайфуйте от того, что вы делаете, потому что, когда вы дойдете до этой цели, и у вас должно быть такое ощущение, когда вы вспоминаете весь свой пройденный путь, чтобы вы кайфанули еще раз от этой жизни, от этих эмоций, которые, проходя с компанией EPL, вы пережили, поэтому, конечно, компания всегда, я не знаю, сколько еще творческих идей у этих двоих замечательных людей, Ольги Владимировны и Сергея Сергеевича, мы стараемся, конечно же, за вами, мы хотим, вот просто вы нас так вот в этом году, ну не кинули, как сказать, под конец зависли, и что, 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 что произошло, я так стоял, наслаждался эфиром, верните, пожалуйста, Ирину Войтюк снова в кадр, что случилось, что-то все зависло, что-то творится нереальное, вот он, уважаемые партнеры, прямой эфир, она может не ответить президенту, скажите, президент настаивает вернуть Ирину в эфир, да, да, это сложности прямого эфира, еще раз, все, 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 поаплодируем, поаплодируем, потому что аплодисменты, они будоражат вас, повторите их успех, поэтому, не важно, где вы сейчас находитесь, дома, в офисе, поаплодируйте как можно сильнее всем нашим сегодняшним спикерам, мы, мы переходим к Элле, Элла, прием, Наталья Сергеева, международный директор компании АПЛ, обладательница престижной премии «Золотой листок» в номинации «Лучший товарооборот» в 2018 году, главный слух, который ходит о Наталье в интернете, это то, что именно она познакомила вас, Сергей Сергеевич с сетевым маркетингом. Сейчас прекрасная возможность узнать, так ли это. Да, это действительно так, и я думаю, что уже ни для кого не секрет, что Наталья Сергеева, когда мне было 17 лет, впервые познакомила с этим бизнесом, с этой индустрией, и передала всю любовь к этому бизнесу, как к лучшей возможности в истории человечества. Первые книги, первые тренинги, первые напутствия к успеху были даны именно Наталье, и скажу вам больше. Тот проект, в котором мы работали впервые, это был китайский проект, мы вместе поехали в Китай, мне только-только исполнилось 18 лет, и Китай была моей первой страной, которую я когда-либо увидел. Это не Казахстан, не Украина, первая страна зарубежная в моей жизни была сразу Китай и Гонконг. Мы там провели 10 дней, и по возвращению представляете, спонсор говорит, Сергей Сергеевич, да, именно так меня называли уже еще 17 лет, предложила покинуть компанию. И говорит, тебе нужно идти дальше, учиться у других профессионалов, открывается американская компания, иди вот туда, там поучись, потому что у тебя большое будущее. А сама осталось дорабатывать в той самой китайской компании. Вот, я очень рад тому, что несколько лет назад, после пятилетия компании, Наталья сама мне позвонила и рассказала, Сергей Сергеевич, можем встретиться, пообедать? Я говорю, да, конечно, почему нет? Мы встретились, пообщались, и единственный вопрос, который она мне задала, чек Евгении Новиковой реальный, или это все пиар? В смысле, реальный. Можешь показать и доказать его, да, конечно, открываю бэк-офис свой менеджер и показываю, кто сколько заработал, что действительно все, что мы делаем на наших событиях, правда. Так она оказалась в компании APL. Ну, а сейчас видео-видео посмотрите все вы. Внимание на экран. Дорогие друзья, партнеры, лидеры, рада приветствовать вас всех. Меня зовут Сергеева Наталья, я международный директор компании APL. И мне очень приятно, что такое глобальное мероприятие компании проходит в таком формате, когда мы смогли собраться все вместе из разных стран мира и отпраздновать девятую годовщину, когда мы можем поделиться своим опытом, когда мы можем порадоваться за успехи своих партнеров и узнать самые последние новости. APL без границ действительно доказывает, что APL сегодня стирает все границы и для нас их просто не существует. APL без границ еще можно обозначить так, что в нашем сознании не должно быть никаких границ. Мы не должны сдерживать те возможности, тот потенциал, который наделила нас природа и который мы должны раскрыть в себе нашей компанией APL. Я приношу извинения, я не знаю никакого языка, кроме русского, но самое главное, что в нашем бизнесе можно преуспевать любым. Самое главное принять это решение. И если все четыре дня вы находитесь на нашем мероприятии, то вы, значит, уже точно приняли это решение преуспеть. Я вас с этим поздравляю. И именно с такими людьми всегда интересно общаться, потому что у вас совсем другой интерес к нашему бизнесу. Есть такое выражение одного мыслителя-философа, не помню, как его имя, он говорит, что касается работы, есть много методов, но правил очень мало. И тот человек, который усвоил правила, то он может выбрать любой метод работы, но тот человек, который использует методы и не обращает внимания на правила, точно попадет в неприятности. У каждого наставника в нашем бизнесе есть свои методы работы, и это нормально, но мы все знаем, что в нашей компании есть уникальная система Go. Она легкая, простая, повторяемая, и именно она приведет нас к успеху. Но в нашем бизнесе есть правила, это принципы, которые не нужно забывать и нужно соблюдать, тогда вы преуспеете легче и быстрее. Но начать я хочу с самого основного. Когда мы начинаем этот бизнес, самое главное понять цель, зачем мы это делаем. Да, у нас есть потрясающий продукт, который не имеет аналогов в мире, который дает отличные результаты, и многие приходят в начале, чтобы поправить свое здоровье, и это очень отличная цель. Заработать столько денег, чтобы пользоваться этим продуктом в большом количестве, всем ассортиментом, позволить себе все самое лучшее для здоровья и красоты, это действительно прекрасная цель. Меня всегда удивляет, что люди в 50-60 лет, вы только вдумайтесь, проработав на работе десятилетия, не могут себе позволить продукт для здоровья. это действительно сегодня катастрофа, потому что люди истратили все свое здоровье и даже не заработали на то, чтобы его восстановить. Очень важно обратиться к людям именно так, как можно так жить, чтобы у тебя не было денег для здоровья. Здоровье это самый важный ресурс жизни, и человек должен понять, что если у него нет денег сегодня, чтобы восстановить собственное здоровье, он должен что-то срочно менять в жизни. В нашей компании есть такие возможности, и очень многие приходят сюда для того, чтобы лишь поправить свое здоровье, улучшить свое качество жизни. Потом, увидев успешных людей в компании, которые благодаря возможностям кардинально изменили свое качество жизни, живут совсем другой жизнью, много путешествуют, много общаются, и люди думают, почему бы нам тоже не заработать чуть больше, чем просто, чтобы пользоваться этим продуктом. Цель это главное в нашем бизнесе. Какую цель вы преследуете? Подработать компанией EPL, заработать чуть небольшие деньги, или все-таки создать тебе такой механизм, который будет приносить хороший доход? И один из главных принципов нашего бизнеса это живи так, чтобы тебя хотели повторить. Живи так, чтобы другие люди хотели быть таким, как ты. Вы когда-нибудь слышали такую фразу? Я хочу быть таким, как ты. может быть эту фразу не говорили вам, но вы просто слышали, что кто-то кому-то говорит я хочу быть таким, как ты. И вот в нашем бизнесе нужно жить, нужно действовать, нужно думать так, чтобы люди хотели себя повторить. И это самое главное. Живите таким образом, стройте бизнес таким образом, поступайте таким образом, все подчиняйте вообще таким образом, чтобы вас люди хотели повторить. Вот когда вы хотите совершить какой-то поступок, неважно какой, я не буду приводить сейчас их примеры, вы всегда думайте, что будет, если это меня повторят многократно, если повторят это все мои партнеры. Прежде чем что-то совершить в этой жизни, всегда думайте, вот задайте тебе такой вопрос, как только вы что-то хотите сделать, сразу такой вопрос, а что если меня повторят все, ну все окружающие, что из этого получится. Если вы понимаете, что ничего из этого хорошего не получится, то не надо это делать. А если вы понимаете, да, и ответили на этот вопрос себе, да, из этого будет супер, то, конечно, тогда нужно это делать, и чтобы вас все повторяли, потому что тогда будет супер-супер. Вы знаете, когда есть определенные принципы, и есть с чем сверять свои поступки, и с чем сверять свой курс, когда есть определенные цели и Принципы всегда легче жить и легче добиться успеха. Трудно, когда у вас не с чем сверять ваш курс. Когда вы, как корабль, который дрейфует в океане, не зная своей цели, не зная своих принципов, и вас может прибить непонятно куда, но только не в то место, куда бы вы хотели. Но когда у вас есть свои принципы и есть с чем сверять, есть свой курс, то делать это гораздо легче, сверять свои шаги. Сверил шаг? Понравилось? Сделал. Сверил шаг, не понравился, не сделал. Вот надо думать таким образом, что как будто ваши мысли пишутся на небе и все это читают. Знаете, почему нужно думать именно таким образом и задавать себе вопрос? Что будет, если меня повторят многократно? Потому что наш бизнес, это и есть бизнес дубликации. И когда нас люди хотят повторить, то бизнес строится очень быстро. А когда люди нас не хотят повторить, вы будете толкать этот паровоз руками, ногами, но вы не сдвинете его с места, потому что люди не хотят повторять ваши шаги. Почему иногда бизнес строится очень быстро? Потому что люди хотят вас повторить, а почему бизнес не строится, потому что люди не хотят повторять ваши шаги. Все очень просто. Следующий принцип, по которому развивается бизнес сетевого маркетинга, его тоже нужно знать и лучше говорить об этом сразу с новичками в самом начале этого бизнеса, это геометрическая прогрессия. Я думаю, что очень многие про это слышали, но хочу об этом тоже напомнить, потому что это очень важно. Есть такой пример про озеро с кувшинками. В природе есть такой сорт кувшинок, которые удваиваются. И на этом примере очень хорошо можно показать эту прогрессию геометрическую. Если в первый день была одна кувшинка, во второй день, так как они удваиваются, стало две кувшинки, третий день четыре, на четвертый восемь, на пятый шестнадцать. И вот если мы возьмем на сотый день и сто процентов, когда было покрыто все озеро, то понятно, что на девяносто девятый день было покрыто пятьдесят процентов этого озера, а на девяносто восьмой день было половина от пятидесяти, двадцать пять процентов. Девяносто седьмой день было покрыто лишь двенадцать с половиной процентов этого озера. И вот здесь главное понять, что за 97 дней всего лишь покрылось 12,5%, а в остальные 3 дня все оставшиеся. Вот это и есть принцип геометрической прогрессии. И, конечно же, самые трудные дни – это первые 97 дней, когда ничего не происходит, когда очень трудно ждать, когда эта красота появится, но зато в последние 3 дня – это просто фантастика, когда все красиво, когда все быстро. И вот это и есть геометрическая прогрессия, которую нужно помнить, которую нужно знать и соблюдать. Потому что многие партнеры, которые приходят в наш бизнес, тоже не готовы сегодня ждать. Они хотят получить деньги сразу, как только пришли. Но в нашем бизнесе, мы часто об этом говорим новичкам, что вначале мы зарабатываем мало денег, но тратим много усилий. И потом, когда бизнес продолжается, естественно, это отношение меняется. Мы начинаем тратить меньше усилий, но зарабатывать больше. Но многие люди сегодня, они готовы инвестировать свое время и в труд, в будущее. Многие хотят сделать вот сегодня какую-то работу, получить за это деньги и все. Никто не готов сегодня работать, можно сказать, бесплатно. А вначале в нашем бизнесе очень многие партнеры действительно работают, ну, можно сказать, бесплатно, потому что они нарабатывают эти навыки, они нарабатывают, то есть они приглашают людей, общаются. Но те люди, которые готовы ждать, те люди, которые пойдут по этому пути, они однозначно дойдут до того результата, до той цели, которую они себе поставили. Больше говорят, ну, не зарабатывая деньги, потом говорят, о, что-то я не заработал деньги, что-то я не стал миллионером, как вы мне обещали. Наверное, этот бизнес плохой, наверное, вы меня обманули. Поэтому обязательно с новичками нужно обговаривать это в самом-самом начале, чтобы они понимали, как работает этот бизнес и что тут нужно, какой принцип тоже соблюдать. Следующий очень маленький момент – это доверие. Доверие – такой элемент, ну, такая речь, можно сказать, который не возникает мгновенно. Конечно, ее нужно приобретать, но зато зачастую очень мгновенно теряется. И поэтому на это нужно тоже обращать внимание в нашем бизнесе. Доверие – это очень важный момент в жизни. Всегда выстраивайте отношения в бизнесе и в жизни так, чтобы люди вам доверяли. Потому что, когда люди вам не доверяют, на этом действительно рушатся очень большие организации. А когда люди вам доверяют, то с организацией и сеть строится гораздо быстрее. Даже чтобы люди доверили вам свое здоровье, вы должны быть компетентны в нашем продукте. Конечно, вы не должны быть врачом. Вы просто должны понимать, чем наш продукт лучше других, чем наш продукт отличается, да, какие его преимущества, какая технология. И для этого сегодня в компании есть все возможности. Для этого проводятся конференции, где вы можете, посетив их, узнать всю информацию. Встреча с партнерами, которые тоже рассказывают об этом, делятся своими результатами. И нам тоже нужно знать результаты об этом продукте и делиться с другими, своими знакомыми, друзьями. Конечно, сегодня вообще нет проблем в интернете, вы можете скачать любую информацию и изучить. Нужно быть профессионалом. Доверие будет способствовать ваш профессионализм. Также профессионализм и сетевом маркетинге будет способствовать росту вашей структуры. Поэтому нужно разбираться очень хорошо и в нашем маркетинг плане, и в наших возможностях, которые компания предоставляет. Если ваши партнеры видят, как вы обучаетесь, да, как вы посещаете мероприятия, всегда находясь там, где самые лучшие, конечно, они будут идти за вами, конечно, им будет с вами интересно. И не нужно всегда сидеть рядом с своими партнерами, которые никуда не выезжают, и вы думаете, что если вы будете находиться с ними рядом, то ваш бизнес пойдет. Нет. Вы наработаете свой профессионализм, вы наработаете свое доверие, если вы будете личностно расти, будете развиваться, посещать все конференции, обучающие тренинги и, конечно же, выступать на сцене и обучать других. Поэтому очень важно, что вы находитесь 4 дня на нашем обучении, на нашем глобальном обучении, событий APL Planet, APL Без Границ, где получаете профессиональное обучение из первых уст. От гуру этого бизнеса, где вы слышите все это собственными ушами, где вы видите этих людей, которые же действительно преуспели в нашем бизнесе, и которые получили свои результаты, и это действительно очень важно. Следующий важный момент в нашем бизнесе и принцип – это верить в успех своих партнеров. Верить в них даже больше, чем они сами в себя. Потому что действительно сегодня люди, если бы верили в свой успех, они были бы богатыми. На вашем пути будет встречаться очень много людей, которые просто не верят в свой успех, потому что им в жизни попались такие учителя, такие знакомые, может быть, такое окружение, которые им говорили – нет, у тебя ничего не получится, ты не сможешь. И когда они приходят к нам, то мы, конечно же, хотим их научить. Мы должны верить в них на 100%, что эти люди действительно добьются здесь того, чего они хотят, и мы должны поддерживать их. И если мы хотим быть хорошими спонсорами и построить большую организацию, то обязательно верьте в успех своих партнеров. Если они будут следовать вашим рекомендациям, слушайте, что вы говорите, у них обязательно получится, как получилось у тысячи людей в нашем бизнесе. Даже люди, которые приходят в 60 лет, и то преуспевают в этом бизнесе и становятся звездами. Просто верьте в успех своих партнеров. Если мы даже рассмотрим пример, который есть в нашей компании, у нас есть уникальная возможность, большая возможность начать этот бизнес, делать его серьезно, с очень хорошего статуса, 3000 условных единиц. Но многие спонсоры думают, зачем я это буду говорить, у него все равно не получится. Изначально вы уже, у вас выстраивается такая цепочка мыслей, да, когда вы не хотите об этом говорить своему приглашенному. И вы уже на этом этапе не верите в него. Вы вроде бы приглашаете его в бизнес, зарабатывать деньги, но боитесь ему сказать, что самые серьезные деньги, что самые большие деньги зарабатываются на самом максимальном статусе. И это самый действительно серьезный вход в бизнес. Но вы уже на этом этапе ему не верите. Это не он не верит. Это вы не верите в его успех, потому что вы ему это не рассказываете, вы ему это не показываете. Если бы вы его приглашаете быть богатым, но вы ему не показываете максимальные статусы, максимальные возможности, конечно же, это вы уже ограничивали его. Это не он. Если бы вы ему сказали, что если ты хочешь быть богатым, тебе нужно взять статус даймонда, то он, конечно, бы это сделал. Потому что вы же это сделали. Сегодня в нашей компании очень много людей делают. Сами. И я знаю, что многие занимают эти деньги, потому что не у всех есть в наличии, да, лежат на полочке эти деньги. Но тем людям, которым показывают эти возможности, которые говорят, что это максимальное, да, что вы можете сразу начать зарабатывать хорошие деньги, не будете терять деньги на старте, люди это и делают. Поэтому здесь самое главное – нужно верить в успех своих партнеров. И тогда у вас все будет легко и просто. Сергей Сергеевич построил эту компанию только на одной увере – в свой успех, в успех людей. Он создал компанию для людей и ради людей. И компания EPL очень сильно отличается из всех существующих и представленных на рынке MLM бизнеса. И именно поэтому я здесь, потому что у нас самое выгодное условие сотрудничества, самый лучший продукт и мудрое руководство. Я желаю вам всем построить в нашей компании бизнес по всему миру. Конечно же, благополучия, процветания и крепкого-крепкого здоровья с нашим уникальным продуктом. Я подписываюсь под каждым словом, Наталья. Действительно, я создавал компанию ради людей и для людей. Чтобы изменить эту индустрию, вернее, вернуть ее в нормальные русла. Головы на ноги. Ведь за последние 15-20 лет эту индустрию, к сожалению, испортили. Огромное количество финансовых пирамид, огромное количество компаний от однодневок или компаний, не способных когда-либо стать великими. И таких компаний по всему миру огромное множество. В нашем постсоветском пространстве, к сожалению, это тоже имеет место быть. Мы же ответ всей индустрии сетевого маркетинга. Мы следующая компания с миллиардными оборотами. Вот об этом расскажите всем. Но у нас еще сегодня впереди несколько крутейших спикеров. И все они из США. Сейчас я познакомлю вас с следующим спикером. Элла, представь, пожалуйста. Майя Трофимович. Международный директор компании APL. По самым последним данным, обладательница престижной премии «Золотой листок» в номинации «Старт года» в 2020 году. Да, и эту номинацию она получила 11 ноября. Свою статуэтку «Золотого листка». Представляете, на главном событии сразу же вот в этом году пришла в бизнес и сразу «Старт года». Вот с кого нужно брать пример вашим новичкам. Рассказывайте ее историю. Показывайте, знакомьте с лидерами, которых огромное множество в APL. Давайте познакомимся с Майей поближе. Добрый день, дорогие партнеры. Меня зовут Майя Трофимович. Я международный директор. И приглашаю вас сегодня в Нью-Йорк. Отсюда мы поговорим о нашем бизнесе. Прекрасной команде, которая строит будущее. В своей жизни мы всегда делаем выбор. Мы можем найти себе оправдание, а можем здоровье, любовь, понимание, приключения, богатство и счастье. Мы создаем свою жизнь силой своего выбора. Скажите, пожалуйста, как часто мы смотрим на маленьких детей, которые только родились, и сразу строим им будущее? Мы точно знаем, что девочки должны идти на фигурное катание или гимнастику. Они должны заниматься музыкой и танцами. Мы смотрим на мальчиков и предполагаем, что они обязательно будут учеными. Или мы отдаем их на борьбу. И те, и те обязательно будут ходить у нас, заниматься большим теннисом. И сегодня я бы хотела склонить свою голову перед матерью Сергея Куликова. Как она увидела рано возможности своего сына. Как она дала ему возможность свободно развиваться. Наверное, так же поступили и мама нашего спонсора Артыка Мурадова и многие-многие другие мамы, которые поддержали своих детей в развитии, в своем бизнесе. К сожалению, я такой не была. Я родилась в семье, где была любовь, достаток. И будущее мне было определено. Я всегда хотела быть хорошей девочкой. Поэтому после окончания школы с отличием закончила Ленинградский университет, аспирантуру, написала диссертацию. Вышла замуж за бывшего одноклассника, который в это время уже был ученым. У нас было двое прекрасных детей. Мы занимались преподавательской деятельностью. И вечерами на кухне, за чаем с друзьями, обсуждали вопрос свободы выбора. Как иногда надо думать над своими мыслями и словами. Вот эта свобода пришла. Мы оказались свободны от работы, от науки, не готовы к той жизни, в которой вдруг оказались. Как найти выход в этой ситуации. Куда идти. Как заработать то, что необходимо для твоих детей. И очень важно было в этот момент сделать правильный выбор. Вы знаете, мне помог случай. Когда мой муж позвонил мне на работу и сказал, твоя дочь... Ну, меня, наверное, сейчас все женщины понимают. Если мужчина, который любит безумно дочь, вдруг звонит и говорит, что это твоя дочь, значит, она сделала что-то не то. И я его спрашиваю, что же сделала дочь? Он говорит, я ей рассказал, что меня оштрафовала налоговая инспекция. И она говорит, папа, тебя правильно оштрафовали? Потому что в это время она уже проходила практику в налоговой инспекции. Но это дало мне толчок. И я рискнула. И создала свое первое бизнес-предприятие. Это были курсы бухгалтеров. Я не бухгалтер. Я историк по образованию. Но я видела, что людям нужны бухгалтера для малых предприятий. Мы открыли курсы, которые дали возможность людям работать. Потому что они изучали законы. Уже буквально через несколько месяцев ситуация дала себя знать. У нас стояла очередь на курсы. А за те средства, которые освободились, мы открыли кафе, открыли польско-украинское предприятие, ателье и много других направлений развития нашего бизнеса. Казалось бы, выбор был сделан... Тихо! Но жизнь опять заставила задуматься. Потому что во второй половине 90-х начался передел тех компаний, которые создавали. С тех малых бизнесов, которые возникли в это время. И в это время опять надо было делать выбор. И в это время надо было опять делать выбор. Вы знаете, из опыта вам скажу. Всегда делайте выбор, который пугает вас. Потому что он поможет вам расти. Так было с бизнесами. И так было с решением уехать жить в Америку. В это время здесь уже жили родители. И они нас звали к себе в гости. Но каждый раз я им отвечала, что у нас на Украине уже Америка. Зачем мне туда ехать? Так сложились обстоятельства, что папа ушел из жизни. И я приехала в Нью-Йорк на похороны. И когда я увидела эту страну, я была потрясена. Мы-то считали, что здесь деньги растут на деревьях. И были не готовы к тому, что надо начинать с нуля. Что все наши заслуги и наши достижения в той стране здесь никого не будут интересовать. Я очень люблю свою команду. Потому что это мои друзья. Мы вместе проходили эмиграцию. Мы видели, как строится наша жизнь. И сегодня мои друзья опять вместе со мной. Мы начинали с нуля. Мы начинали с любой работы. И каждый из нас опять делал выбор. В чем состоял наш выбор? Посмотрите, за мной прекрасная страна. У меня в команде прекрасные люди. Но когда мы начинали, мы ничего этого не имели. Мы иногда работали на двух-трех работах. И каждый из нас выбирал. Идти на почасовую работу или идти в бизнес. Я выбрала с первого дня бизнес. Я понимала, что мне нужны деньги. Потому что мама инвалид, потому что двое детей. И надо было становиться на ноги. Поэтому я выбирала бизнес. Я пошла на работу, в которой я четко знала, что если я сегодня продам, завтра я получу деньги. И поэтому я выбрала бизнес. Огромное спасибо Америке. Той школе сетевого, той школе бизнеса вообще, которую она давала. Школе прямых продаж. Мы здесь научились уважать работу продавца. Мы здесь научились не стесняться того, что мы продаем. Мы научились жить по средствам. И мы знали, что если мы хотим белую яхту или белый автомобиль, нам надо больше работать, чтобы это заработать. Вы знаете, как русские начинают жить в Америке? Как только здесь появились телевизоры Sony 3 Nitro, все русские очень хотели иметь этот телевизор. Как только появились Mercedes, мы все хотели Mercedes. Mercedes, как только появилась возможность приобрести яхту, мы все хотели белые яхты. И вот мы делали все, чтобы достигнуть той цели. И вот знаете, здесь я научилась. Когда мне кажется, что цель недостижима, не надо изменять свои цели. Надо изменять свой план действия. И вот сегодня я очень рада сказать, что приход в сетевой бизнес явился как раз тем выбором, который дал мне сегодня зарабатывать те средства, которые я хочу, и достигать быстрее той цели, которую я перед собой поставила. Вы знаете, дорогие партнеры, путь мой в сетевой бизнес был не такой простой. Последние 9 лет я руководила в Америке своей компанией. Это были сложные годы. Поэтому, когда мне предложили бизнес, связанный с продуктами, первый мой вопрос был, есть ли сертификаты в деле. Я знаю, что сертификат в деле – это как аленький цветочек. Это своеобразная проба и показатель роста компании. Каждый, кто построил свое предприятие, сейчас меня поймет. Мы начинали с маленького кабинета, который ориентовали в медицинском офисе. Потом весь офис медицинский стал нашим кабинетом. Или нашим офисом. 9 лет я строила этот бизнес, как родное дитя. Мы добивались разрешений, сертификации. Мы специально создавали плодридзе хранилась продукция. Мы строили команду. И когда мне позвонили и предложили новый бизнес, я, как вежливый человек, сначала сказала, вы знаете, давайте поговорим в конце декабря. Вы знаете, никогда ничего не бывает случайно. Когда позвонил еще раз наш президент, я стала задавать более конкретные вопросы. О бизнесе, о сертификации, о том, как выглядят коробочки, какое юридическое обеспечение компании, как будут деньги люди получать. Вопросов было много. И на все эти вопросы наш президент отвечал конкретно. И что меня больше всего покорило в нем, он никогда не говорил, что мой бизнес самый лучший. Знаете, есть такие люди, которые, как я говорю, в движении Кинг-Конга, вот так стучат себя в грудь и говорят, я лучший, я лучший. Он этого не говорил. Он просто ответил на мои вопросы и сказал, Майя, идемте со мной, вы никогда не пожалеете. И я поверила этим словам. И вот в конце декабря, когда я все еще думала идти в новую компанию, идти в ИПЛ, мне уже нравилась продукция, мне нравился президент, но что-то меня еще держало. Наверное, то дитя, которая 9 лет берегла. И вот в этот момент случилось так, что его слова дошли до сердца. И я приняла решение. Все, что нам нужно, приходит к нам в идеальный момент. И вот с этого момента мы вошли в компанию ИПЛ. Что произошло в это время? Мы пробовали продукцию. И в этом прекрасном городе вдруг началась страшная эпидемия коронавируса. Многие мои друзья начали болеть. И нас первых 12 человек, которое вошло в компанию, попробовать продукт, о чем мы честно сказали и нашим спонсорам Артыку, и Сергею Сергеевичу Куликову. Мы стали не просто пробовать. Мы стали этот продукт давать нашим друзьям. Наш спонсор Ира Абдуленко с Украины помогла нам выбрать рецептуру, как лучше использовать этот продукт. И мы стали кормить наших друзей. В эту минуту никто не думал о бизнесе. Главное было спасти людей, чтобы они остались живы. А дальше будущее покажут. Мы работали с 6 утра, обзванивая друзей, узнавая, кому плохо, кому нужна помощь. И вот так создавалась наша команда. И когда вдруг в апреле я получила чек за неделю на 10 тысяч 84 доллара, я даже не поняла за что. Оказалось, что это за помощь людям. Вы знаете, я абсолютно уверена, что лишь помогая людям можно зарабатывать действительно большие деньги. Потому что любовь и внимание, которое ты несешь людям, обязательно возвращаются. Большое спасибо нашим спонсорам. Конечно, в первую очередь Артыку Мурадову, который занимался с нами практически каждый день. Что такое? Если мы сегодня становимся командой сетевиков, то это благодаря ему. Благодаря его вниманию, заботе и работе с нами. Не сложно, казалось бы, запомнить простые вещи, как строится бизнес. Но сложно переломать себя. Сложно настроить себя именно на то, чтобы работать в компании. Систематически работать. И первые достижения наши не должны были нам скружить голову. В сентябре мы командой решили добиться статуса корпоративных директоров. И вот 12 человек за один месяц, а фактически за 10 дней, а еще точнее за три последних дня после приезда нашего президента стали корпоративными директорами. Сергей Сергеевич меня тогда спросил. Ну что, как ты? Ты станешь? Повысишь свой статус? И я ему ответила то, что я думаю всегда. Я помогу людям стать корпоративными директорами в моей команде. А мне Бог поможет. И так и случилось. Я очень рада, что мы выполнили это задание. Выдержали этот промоушен всей командой. Но вы не думайте, мы не успокоились. Всегда помни, что твоя нынешняя ситуация это не конечный путь назначения. И все лучшее у нас еще впереди. Мы очень хотим идти со всей командой вместе на миллиард в год. И обязательно пойдем. Будем учиться и идти. И для этого очень важна команда. Скажите мне, пожалуйста, меня, наверное, слушают опытные сетевики. Кого бы вы взяли в команду? Преуспевающего бизнесмена, у которого есть свой бизнес, нормальный заработок, или человека, который везет в долгах? Да, я слышу ваш ответ. Вы скажете, что и тот, и тот нужен в команде. И я с вами согласна. Потому что преуспевающий бизнесмен уже знает, как строить бизнес. И знает, что миллион не может прийти просто с неба за один день, что его надо заработать. А человек, которому нечего терять, когда увидит нашу компанию, наш продукт и нашу систему маркетинга, он поймет, что именно здесь он может заработать те средства, которые еще никогда в жизни не зарабатывал. А теперь я бы хотела вас спросить, если у вас на пороге стоят молодежь с компьютерами в руках, или стоят люди, которым за 50, вы кого возьмете в команду? Вы абсолютно правы. Мы возьмем и молодежь, которая умеет сегодня работать на интернете. И мы обязательно возьмем и тех людей, которые уже прожили жизнь. Они с любовью будут рассказывать о нашем продукте. Они помогут нам построить большую клиентскую базу. Именно они будут без устали рассказывать всем знакомым о том, как работает наш продукт. Мы обязательно их возьмем в команду. Ну и наконец, если я вас спрошу, кого вы хотите в команду? Я знаю, 90% людей сейчас скажут, сетевиков, сетевиков, с их командами, пусть приходят, мы вместе с ними, хотим их под себя. Они будут для нас работать, а мы будем от этого получать бенефиты. Во-первых, сетевики – это очень высокая квалификация. Для того, чтобы стать человеком с командой и уметь вести людей, надо было многое пройти. И если за этим человеком идут люди, хвала им и честь. Но придет ли он к вам? Задумайтесь, что вы ему можете сказать и что вы ему можете предложить. Над этим стоит поработать. И я очень люблю людей, которые никогда не были в сетевом маркетинге, как и я, которые придут и скажут, мне нравится продукция, мне нравится ваша компания. Это моя первая сетевая компания. Возьмите меня в свою команду, я покажу вам, на что способен и как я могу работать. Я люблю всю свою команду. У меня есть и предприниматели, и люди, которые пытаются вырваться из трудноэкономической ситуации. У меня есть и молодежь, и есть люди, которые относятся к поколению за 50. У меня есть люди, которые учатся строить сети, и у меня есть люди, которые все влюблены в ЭПЕРО, так же, как люблю его я. Вы знаете, прожить жизнь можно двумя способами. Первый способ думать, что чудес не бывает, а второй думать, что все происходящее и есть чудо. Вот я верю, что мы все здесь с вами, потому что случилось чудо. но возвращаясь с детям, хочу сказать, что мы пошли дальше. Накануне нашего дня рождения компании мы провели конкурс детских рисунков. Посмотрите, что нарисовали наши дети. Они объяснили, как они воспринимают ЭПЕРО как связь природы с человеком, как возможность быть здоровыми и детям, и животным, и миру вокруг нас. И вот этот рисунок планеты ЭПЕРО нарисованной девочкой дочерью одной из наших партнеров занял первое место. Этот рисунок будет у нас на футболках, когда мы все вместе встретимся на круизе. Я вам обещаю. Благодарю, Майя. Это было превосходно. Я сам хочу получить такую же футболку. Договорились? Вот. Знаете, как мы вообще познакомились с Майей? Это был один телефонный звонок. Когда я уже был в США, мы созвонились с Майей, и действительно, как она рассказала сейчас в этом видео, что ее был вопрос связан с сертификатом FDA. Она попросила прислать фотографию наших коробочек. Потому что в Америку заходило очень много компаний из Европы, очень много наших российских компаний пытались зайти в США. Но так же мне сказала Майя. На что я ей ответил. Мы не российская компания. Просто я из России как владелец. Вот. И, конечно же, я отправил ей фотографию нашей коробочки, на что она сразу согласилась. Приняла решение стать частью семьи APL. Но у нас на связи сегодня огромное количество еще спикеров. Элла. Грейт. Все на здорово. Итак, пожалуйста, поприветствуйте ваших партнеров, любимых. Элла, что за намехи опять? Переключайся обратно на русский язык. И объяви следующих спикеров. Окей. Хорошо. Истамер Флаерти. Национальные директора компании APL входят в топ-30 чеков компании по итогам 2020 года за 4 месяца работы в компании. Вы готовы? Ведь всего в бизнесе 100 дней. И за этот короткий срок они вошли в топ-30. Получили огромное количество наград и квалификацию национального директора. Встречайте. Приветствуем всех здесь Трэвис и Сэммер Флаерти. Мы очень рады быть здесь со всеми вами. Я даже не верю, что мы с вами мы с нетерпением ждали этого события. И чтобы отметить с вами этот день рождения давайте сегодня хотели поговорить о нашем пути в сетевом маркетинге. Мы с 11 лет уже в этом. И мы кое-чему научились. Иногда это было совсем непросто. И мы сегодня хотим дать вам информацию, которая позволит вам избежать тех ошибок, через которые проходит большинство партнеров в этом бизнесе. Когда мы впервые услышали вообще о сетевом маркетинге, у нас было очень много негатива относительно. Я думал, не-не-не, мне нужен нормальный бизнес, я не буду в этом вообще абсолютно. Но я всегда видел многочисленные, верил в многочисленные источники дохода. У меня всегда было вот это ощущение, что мы должны получить нашу финансовую свободу. Ваша финансовая свобода это тот день, когда вы не будете больше менять свое время на деньги. для того, чтобы прийти к этому дню, нужны многочисленные источники дохода. Я называю их актив, генерирующий доход. Когда я посмотрел на эту индустрию сетевого маркетинга, что мы обнаружили, это то, что там есть возможности по началу начать можно без большого стартового капитала и можно заниматься этим в свободное время или там на полставки и со временем это может вырасти существенно и ты обретешь свою свободу финансовую и временную свободу. Многие люди, когда им говорите пассивный доход, когда им об этом говоришь, да они стены готовы сломать, чтобы его получить. И хочу сказать, что большая глупость формирует мнение без каких-то фактов. У нас были друзья, у нас есть друг, который к нам подходил с этой темой еще в 2005 году. И это очень важный урок, потому что мы не услышали даже возможностей, не дождались. Да, мы и очень приятно слышать возможности от тех людей, которых ты, например, уважаешь, которые имеют определенный авторитет. Так будьте тем человеком, когда вы говорите с кем-то, чтобы человек был готов вас выслушать, потому что они вас уважают, потому что вы в их глазах имеете авторитет, имеете вес. Если у вас есть авторитет, есть вес, вы банкротом не будете никогда. Номер один, подсказка, будьте тем человеком, таким человеком, которым вы бы сам могли восхищаться или иметь авторитет, чтобы подойти и спросить. Стив, наш сосед, сказал, я немного знаю, но я знаю, что в этой индустрии есть большое количество людей, которые зарабатывают нормальные деньги, большие деньги. И если вы зайдете в эту компанию, которая будет способна взлететь до уровня миллиардной компании, и вот он нас как раз пригласил, мы хотели посмотреть, и в тот момент мы тогда еще были в этом новичками. Мы сомневались, у нас традиционный бизнес, который оплачивал наши счета, и все дополнительные деньги, которые приходили, я шучу, это жене на туфельки просто уходили, но вот эти дополнительные деньги для нашей семьи, как бы это здорово было, и я должен сказать, что в этот момент времени мы да, это удача, например, большое количество людей заходят сюда и надеются на какую-то удачу, они думают это типа лотерейки, спорт лото и так далее. мы подумали, ага, если мы рано зайдем, компания только запускается, мы заходим, делаем большое количество денег, нормально, и тогда мы даже не знали, чем мы будем делать, мы просто как бы зажглись и начали рассказывать людям о продукте, мы вываливали на них все вообще про продукт той компании, и помнишь, да, я домой пришел, да, дорогая, сказал тебе, дорогая, ну ты знала, да, что я со Стилом там встречусь, в общем, я пришел, и я говорю, все, мы заходим в сетевой маркетинг, и что ты тогда подумала? Ну, прежде чем он ушел на эту встречу, я уже знала, с кем он будет встречаться, и я понимала, что он придет уже такой заряженный с новой бизнес-идеей, то есть я была немножко готова, но в тот момент потому что да, в общем-то, мы не совсем поняли, и мы, в общем, этого избегали, мы боялись, что там какое-то вранье, обманка, да, избегали Стива по этой причине, но когда Трэвис вернулся в тот день, и он сказал, слушай, он такой воодушевленный весь пришел, и он сказал, со Стивом, с соседом пообщался, и мы увидели вот этот переход, через который он прошел, да, то есть он от традиционного бизнеса ушел полностью в эту индустрию, да, и Трэвис после этой встречи у Стива вообще был очень хороший, независимый бизнес, традиционный бизнес, и сейчас он ушел в сетевой маркетинг, и он сохранил уровень жизни, уровень дохода, и даже выйти на новый уровень, мы такие, суши, круто, он смог уйти от нормального там своего бизнеса, который он там несколько лет выстраивал, сейчас он дома работает, да, и мы его видим постоянно, он там с газонокосилкой ходит, газон стрижет, и время у него больше на семью, на себя, в конце концов, и это, а до этого он постоянно был где-то в командировках, в Азии, там, на Востоке, а сейчас он дома большинство времени, и мы такие, слушайте, да, нам стало интересно, о чем это вообще сетевой маркетинг, и как это вообще все работает, больше свободы, больше времени, причем сохранил свой уровень жизни, стиль жизни, да, и он, урок номер два здесь, который я хотел сказать, его успех, это успех с самого начала, он создал вот этот вот, он нас очень заинтересовал, потому что, когда мы подходили, ну, у нас была такая внутренняя стенка там, как бы в голове, да, из, и он начал заныривать, он начал отрабатывать свое, как этот профессионал сетевого маркетинга, и он нас заинтересовал, серьезно заинтересовал, к нам много раз подходили, конечно, из других компаний, с возможностями, мы, в общем-то, их отвергали, и здесь я важно, да, запомните, но нет не всегда означает нет, это означает нет в конкретный момент, просто, наверное, нужен правильный человек, чтобы подошел к вам в правильное время, и я помню, он ходил там с газонокосилкой, я на работу поехал, в офис, в середину недели, там 10 утра, я так притормозил рядом с ним, он сидит на газонокосилке, пацан его у него на коленке сидит, я говорю, слушайте, на работу что, не надо, что ли, подколоть его хотел, он говорит, да нет, я свой традиционный бизнес продал, и ушел полностью в сетевые продажи, и я полностью сейчас там, я сказал, ну, поздравляю, я помню, я еду на работу и думаю, блин, может мне тоже рассмотреть эту возможность поплотнее, подетальней, я пришел домой тогда, я здесь супруге говорю, слушай, Стив продал свой бизнес по продаже запчастей, да, то есть, понимаете, вот эти первые 30-90 дней, вот этот вот, да, вот эта вот сила движения, которую ты создаешь, вот этот вот драйв первых 90 дней, это тот магнит, который будет потом еще людей к тебе привлекать, потому что им будет на что посмотреть, будет что узнать, каждый раз, когда ты там, квалифицируешься на какой-то промоушен, это твой авторитет, это растит твой авторитет, и авторитет в этом бизнесе, это все, но мы решили, что надо попробовать, зашли туда, я помню, я пришел домой, был очень воодушевлен, и ночью я так сел, да, 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 список с именами, все, кого ты знаешь, прям со школы, там, с детского сада, список, с адресами электронной почты и так далее, все, то есть, написали мы этот список, большой такой, хорошей, почты, и я написал самое, на мой взгляд, тогда душевное письмо, я нашел Святой Грааль, мы разбогатеем тут все, возможности, эта возможность поменяет все ваши жизни, да, не оставайте, это был его момент, вот этого Джерри Магуайра, если вы кино смотрели, Джерри Магуайр, очень классный фильм, такой, очень мотивирующий, да, и он там, тоже рассылает по всем сотрудникам, письмо такое, вдохновляющее, в 9.30 утра, в 9.30, 10, там, я вывалил на всех и разослал, то есть, вывалил все в это письмо и всем его разослал, я знал, что люди сейчас, ага, прочитают, и люди начнут мне звонить, так, 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 что там, про что, в 9.30 отправил, в 10 утра, ничего нет, в 10, я подумал, ну, может, еще стоит подождать, ну, может быть, там, на западном побережье штатов уже там люди посмотрели, ну, ладно, хорошо, они как только откроют, оно у них там будет в почтовом ящике лежать, спустя какое-то время еще ответил, никто не ответил, к обеду я понял, что произошло, я уничтожил отношения с этими людьми, потому что, вот, на своем таком подъеме, что я сделал, да, я выдал слишком много информации слишком рано, всегда же говорят, да, во время приглашения не начинайте презентоваться, а я сделал именно это, а потом тяжело даже было бы было с ними созваниваться, они говорят, ага, все, Трэвис заразился этой вещью, пока он там не выздоровеет, мы с ним вообще разговаривать не будем, да, очень важно, чтобы вы понимали свою роль на каждом этапе, на каждом моменте сетевого маркетинга, есть пара ключевых вещей, которые мы делаем как профессионалы в сетевом маркетинге, вот, сейчас скажу, первый момент, это мы уведомляем людей, что у нас происходит, что случится, да, мы даем людям понять, что мы занимаемся чем-то классным, и вообще, ну просто, что у нас происходит, второе, мы их приглашаем, чтобы они более так уже детально познакомились с тем, что мы делаем, но здесь не надо презентовать на этом этапе, да, просто пригласи их, ну слушай, давай поподробней там, посмотришь, может заинтересует, ваша работа, то просто их перевести, как бы подвести с одного этапа к другому, да, мы приглашаем их, чтобы они посмотрели, мы рассказываем, затем мы их сопровождаем, да, как бы здесь весь доход, он сопровождение потом приходит, мы используем инструменты третьей стороны, может быть там какое-то групповое совещание, туда их пригласите, или же там трехсторонний звонок, или же живая встреча, или вы приглашаете кого-то еще, и четвертое, это потом мы идем и собираем мнение, то есть мы проводим людей по процессу, сразу в моменте никто тебе не скажет, да или нет, это редко, очень редко случается, то есть мы вот проводим их через вот эту вот воронку, три-четыре встречи должно пройти до итогового решения, то есть решение не просто так решение из воздуха, а решение, которое будет обосновано у них в голове, и это создаст дополнительную ценность, и следом за ценностью всегда приходит доллар, люди должны знать, что вы делаете, пригласили их разобраться поподробнее, сопроводили дальше, да, сопровождение, и потом уже собираете мнение, и вот с этим систематическим подходом вы поймете, что, да, у вас бизнес начинает дуплицировать сам себя, в общем-то, мы начали, да, начали немножко тут зарабатывать, неплохо пошло, начали ездить в отпуск, который не могли себе раньше позволить, было здорово, двинулись немножко вперед, и что произошло, бизнес, в котором мы были, на него серьезно повлиял, повлиялось снижение, ну, кризис экономический 2008-2009 года, и мы потеряли все тогда, это был самый жесткий опыт в моей жизни, возможно, вы сейчас, кто-то из вас проходит через самые трудные времена, это понятно, мы тоже через них прошли, у нас банки забирали автомобили, было две машины, было две машины, одну, там, дошли до того, что у соседей в гараже прятали, чтобы банкиры ее не забрали за долги, отрубали нам электричество, в середине зимы отключили газ, отопление отрубилось, в июте, у нас холодно, не как в России, конечно, но тоже, так это, зубки стучат, и мы проходили вот эти вот сложные времена, но у нас, то есть традиционный бизнес мы тогда потеряли из-за кризиса, но у нас дополнительный поток денежек шел сетевого маркетинга, и он, в общем-то, наши жизни спас, мы можем сказать, и очень здорово, что мы туда зашли вообще, и мы поняли, что вот мы пришли, мы потеряли традиционный бизнес у нас, мы пришли к поворотному моменту, когда мы поняли, да, когда надо уже взять дело в свои руки, рулить всем самим, потому что это дает свободу, ты можешь отвечать за свой бизнес сам, можно это делать из дома, не нужно каждый день ездить в офис, да, может быть, еще ты что-то подрасскажешь, да, он сейчас полностью сейчас в этом, но это вот был поворотный момент тогда, насколько мощно и сильно можно вести бизнес из дома, это стало спасением для нас и нашей семьи, и это действительно критически важно, важно, когда приходит вот этот дополнительный доход, ну, посмотрите, мировая экономика, ну, нет уверенности в том, что будет завтра, мы знаем одно, будут случаться изменения, рецессии, депрессии, экономические и так далее, а здесь ты можешь рассчитывать на себя и только на себя, независимо от изменений в экономике мировой, и мы поняли, что это очень мощная вещь, которая у нас есть, и вот до этого мы весь потенциал даже не понимали, и ну, мы просто как хобби к этому относились тогда, но немножко деньги приходят и ладно, и вот та ситуация помогла нам понять, насколько это вообще сингмент сильной индустрии, и вот это вот, да, нестабильность в мире, хорошо, что ты упомянула, да, 2020 нас научил этому вообще проидеально, да, очень хорошо, когда у тебя есть многочисленные источники дохода, и я вам хочу сказать, самое лучшее время посадить это дерево было год назад, конечно, а второе хорошее время, оно сегодня, вот прям сегодня, и несмотря на то, что мы зашли в сетевой маркетинг несколько лет назад, да, это единственная тогда была у нас вещь, которая нам доход приносила, за счет чего мы могли кормить свою семью, и как Санна сказала, мы приняли тогда очень важное решение, и это что-то, что вот, что вы услышали, иногда, когда вас просто вы раздавлены, именно тогда то, настало то время сделать со своей жизнью что-то новое, перевернуть ее с ног на голову, иногда ты проходишь через проблемные этапы жизни, те жестко, плохо, и это случается для того, чтобы привести тебя как раз туда, где ты должен наказаться, и для нас, когда мы приняли это решение, и да, я с уважением сейчас об этом говорю, с большим уважением к этому, люди, делайте это решение, и вы должны принять это решение полностью, вот, ну, например, да, вы сидите на краю бассейна, все там купаются, им весело, хорошо, и вы не знаете, вы знаете, что вода там холодная в бассейне, вы на краю так ходите, ножкой болтаете в этой воде, кто-то просто лежит на шезлонге, да, смотрит, и плюс приходят люди, и они просто бомбочкой залетают в этот бассейн, и знаете что, сначала вода может показаться и холодной, когда ты в нее входишь, но что подходит, что получается потом, ты акклеватизируешься, и сегодня я хочу вам сказать очень критично, чтобы вы приняли вот это решение, занабырнуть полностью, я не говорю о том, да, работать там на полную ставку, или полную ставку, не-не-не, не про время сейчас, погрузитесь сердцем туда, то есть я зайду туда, я сожгу, я сожгу все мосты на пути, он за собой, на пути к успеху, я дойду до верхушки горы успеха, кто-то из вас, да, просто как бы играется в этом бизнесе, да, серьезно не воспринимает, ну так вовлекитесь, серьезно, серьезно, подойдите к вопросу, и будет хорошо, я помню, было мероприятие во Флориде, меня пригласили посетить его, у нас денег тогда не было на эту поездку, и нужно было принять решение, и решение было, мы платеж в ипотеке вносим, или же мы деньги эти используем для поездки на это мероприятие, у нас тогда, у нас тогда уже было четверо детей, сейчас шесть уже, у нас тогда, да, четверо детей было, и Саммер мне сказал, Трэвис, поезжай, я с четырьмя останусь, детьми, присмотрю за ними, ты поезжай, наставники нам всегда говорят, нужно быть на событиях, и так далее, очень здорово, что вы все здесь, на этом событии, и Пил Гоу Планет, и я полетел на это событие, я был тот парень как раз, который сидел там на задних рядах, такой весь сомневающийся, не знал, что ожидать, и там музыка качала, тут свет, подсветка, значит, огни моргают, светомузыка, я думал, о, здорово, и один за одним выходили парни, и девчата на сцену, я на них смотрел, а что у них такого, если они это сделали, так и я это могу сделать, этот парень даже не такой симпатичный, как я, я тоже смогу, я тебе позвонил, помнишь, да, прямо с этого события, да мы будем мыслить масштабно, мы все, мы делаем, я приехал домой, и именно вот этот вот момент, когда вот это критическое решение, мы приняли, что все, мы заходим полностью с головой туда, и мы столкнулись еще с одной проблемой, мы, вы, вы, наверное, тоже с этим в той или иной мере сталкивались, мы попали в клуб изгоев, так сказать, ну, то есть на тот момент, когда мы поговорили уже со всеми, с родинами, со всеми поговорили, со всеми друзьями, все, пожалуйста, сделайте нам одолжение, закажите, купите у нас наши продукты, и на тот момент уже нам надо было становиться профессионалами, уйдиться навыкам, а наши как раз двигались вот на этом, на воодушевлении, ушли из традиционного бизнеса, мы поняли, что если мы хотим на новый уровень вывести свой сетевой маркетинг, нужно в этом расти, конечно, вот, да, на шкале от 1 до 10, 10 это самый высокий уровень лидерства, который вы хотите, да, там, эпидемия лидерства, да, там, зараженные люди, люди заражены лидерством, просто, вот, там, супер лидеры, да, это десятка, а мы тогда были на уровне, наверное, тройки или двойки, соответственно, мы и в наш бизнес привлекали двойка или тройка, потому что обычно, если ты там тройка, ты восьмерку не привлечешь, правильно, и мы поняли, что если мы хотим более хороших людей сюда привлекать, более качественных людей, мы должны сами расти, да, еще раз повторю, ваш личный доход никогда не превысит ваш личный рост, личностный рост. Мы начали ездить на события, мероприятия, и на те мероприятия, где мы можем окружить себя легкими людьми, у которых те же цели, те же задачи, те же мечты, и мы поняли, да, и мы увидели, люди, во-первых, они зарабатывают больше, но они мыслят гораздо больше и дальше, чем мы, и мы заразились этим, да, заразились этим мышлением, и что же мы тогда решили, ну, мы решили поехать на, круиз с компанией СТО Маркетинга, и выглядело все так, что туда поехало большое количество людей, с кем мы хотели познакомиться, коучи, тренеры, лидеры, менеджмент, реально крутые ребята из этой индустрии, и ее организовывал этот круиз, большой Эл Шрайнер, который пару дней назад с лекциями для вас выступал, он выступал, да, он ее организовывал, этот круиз, эту поездку, совместно с дочерью, и со своей дочерью и зятем, и мы подумали, слушайте, круто было съездить, ну и все, и да, мы приехали, было, мы оказались в абсолютно новой среде, и это было очень весело, и мы решили, в общем-то, приурочить это к нашей годовщине свадьбы, ну, в общем-то, мы на круизе, годовщина свадьбы, и мы решили, мы поехали, и в то время это было, да, одно вообще из лучших решений в нашей карьере сетевых маркетологов, и я никогда не была в таком месте, и это нас продвинуло существенно вперед, конечно, очень важно связываться с контактами за пределами твоей сети, тратить деньги на личное развитие, и это, конечно, в итоге поможет тебе вырасти, вырастить свой бизнес, я помню, да, я помню того парня, с кем я присел, да, там тысячи человек на круизе, я присел рядом с одним парнем, начали разговаривать, и он спрашивает, что я делаю, я весь такой крутой, да, я в сетевом маркетинге, да, я профессионал в этом, я тебя сейчас подпишу, давай, он, мы общаемся, он немножко, он не говорит мне, кто он, я на него вывалил все, что у меня есть, и это оказался тот Фальконе, сегодня это наш близкий друг, а вот я его пытался подписать в 2010, да, он тоже с лекцией выступал пару дней назад на этом событии, да, мы все друг дружку знаем, да, и мы приняли осознанное решение, поднять уровень тех, кого мы впускаем в свой круг, да, уйти от этих троек и двоек, и мы начали расширять круг наших контактов, потому что, да, понимаете, иногда ты вот в этом, иногда ты оказываешься в неком пузыре, ты, в общем-то, работаешь из дома, и ни с кем особо не встречаешься, очень важно выходить туда, в открытый мир, завязывать новые контакты, подтягивать новых людей, оказываться, может быть, даже в некомфортных ситуациях, и это работает. Честно говоря, я терпеть не могу, вот это, да, в отличие от своей супруги, я терпеть не могу, вот, с новыми людьми, как-то контактировать, и так далее, она не такая. Но я понял, да, что нам нужно расти по всем направлениям, вообще, и это прям критично. Этот круиз, конечно, много чего поменял, наше мышление поменял. После этого мы поехали на ряд мероприятий, мероприятия GoPro и так далее, то есть становись профессионалом. И мы начали повторять этих успешных людей, их привычки. И таким образом к нам пошло больше людей, и мы даже начали выступать на некоторых из этих мероприятий. И к нам потом люди подходили. Сетевой маркетинг – это один из тех бизнесов, где на ранних этапах ты очень много делаешь, ну как, за бесплатно, да? Я помню, да, шесть месяцев я прям был весь в этом, в поле, впахивал. И, да, я спонсировал сколько там, 30 человек. Их пригласил, шесть месяцев прошло, остался один человек. И я помню, я пришел к жене и сказал, слушай, да я в Макдональдсе работать буду, я буду больше зарабатывать, чем работая здесь. Понимаете, вы делаете много всего на ранних этапах, но потом, в самом начале, ты делаешь очень много, за что тебе не платят, но потом вот этот вот начальный вклад, он начинает тебе зарабатывать, как вот так немножко с отсрочкой, скажем. изменения, конечно, у нас были по нашему курсу, были и подъемы, и спады, просто не бывает. Ну, предпринимательство, это нелегкая доля. И если у вас есть сетевой маркетинг, и вы пытаетесь подписывать, да, если это просто... Номер один, почему люди уходят из сетевого маркетинга, у них неправильные ожидания. Да, и это все звучит, как лотерея. Да, на раннем этапе зашел, заработал тут космос просто. Нет, нет, нет. Это вот здесь можно быстро разбогатеть, но здесь нужно очень упорно работать, безусловно. В самом начале люди так, как хобби это начинают, или частично, там, скажем, в районе полставки, или как какая-то дополнительная работа. Можно делать это как дополнительную работу, или в свободное время, но нельзя к этому относиться несерьезно, потому что постоянство. Постоянство приведет тебя к успеху. Джон Максвелл, любимый наш наставник по лидерству. Книга у меня тут где-то на полке стоит. 21 работающий закон лидерства. Я влюбился в эту концепцию, да, постоянная погоня за лидерами. И ты сам лидером становишься. И в этой книге он говорит, да, ты никогда не изменишь свою жизнь, прежде чем ты изменишь себя. И здесь вопрос, конечно, в постоянстве. И постоянство это ключ к успеху в этом бизнесе. Мы также обнаружили, что, ну, то, что мы увидели, наблюдали, и чему научились, не только важно расти самим, но и чтобы люди вокруг нас, наша команда, чтобы они росли. Да, у меня здесь вот, сколько у меня тут журнал есть? Да, вот журнал. Журнал. Тетрадка. Тетрадка сколько? 10 лет уже этой тетрадки. А мы посещали все вот эти мероприятия. И мы все конспектировали. Делали заметки. Некоторые из этих заметок Саммер делала для меня. Писала, да, заметка, которую я обязательно должен прочитать. Смысл в чем, да? И все, у меня флешбек. Я помню, я помню эти выступления. Вот здесь, на этом выступлении я заплакал. Помню, было очень эмоционально. И смысл в чем? Я могу взять эту информацию, заметку, я узнал, я могу преподавать эту информацию, то есть могу этому обучать, потому что она засела во мне, искру высекла из меня. И он использует... Тетрадка почему так выглядит? Потому что он ее всю измочалил, когда он ее на тренинге с собой таскал. Да, был самый рабочий инструмент. Тетрадка эта. Да, вот это вот у меня сейчас. Да? Что-то ты успешное такое хорошее услышал, и у тебя прям щелкнуло. Не важно где. Записывай, записывай. Чтобы запомнить, надо записать. И мы вот эти заметки делали, да? Мы поняли, что чтобы вырасти, нормально бизнес вырастить, растем мы, и мы растим людей рядом с собой. в своей структуре. Потому что как только они начинают выходить из зоны комфорта, думать больше, мечтать больше, они растут, и вот тут срабатывает магия. Да, мы очень заряжены. Нас... 16 лет спустя, мы уже в этом 16 лет. Были времена, да, были времена, когда мы говорили, да все, мне надоело. Блин, не могу, я больше не буду в сетевом маркетинге. Не, не, не. Но мы все еще здесь, и причина, по которой мы с вами, магическая вещь происходит, да, когда ты видишь, видеть вот эту трансформацию в своих, в своей команде, в своих партнерах. Они начинают мыслить иначе, у них растут мечты, растут ожидания, драйв у них растет. И это очень круто. И должна появиться способность зажигать людей, реально, разжигать в них веру. Если ты чего-то в жизни... В жизни ты никогда не получишь то, что ты хочешь. Ты получишь то, во что ты веришь. Да, и... Мы были главными дистрибутерами в компаниях. Вот. Мы и консультировали компании тоже. В запуске новых компаний сетевых помогали. И мне как раз позвонили, что есть компания из Восточной Европы. Там уже сотни тысяч крутых дистрибутеров. Взрывной рост в Восточной Европе. Сейчас выходит на все остальные рынки мира. И вот они как раз сейчас уже в США заходят. Скоро сайт заработает, служба поддержки заработает для Штатов, для Латинской Америки. И Каори Томпсон. Каори Томпсон, он с нами связался. Спасибо ему. Мы тогда изыскивали новую возможность. Ты просто не знаешь, да? Да, все, я буду с этой компанией. Ты не знаешь, откуда возможность на тебя свалиться. Мы услышали об этом. Мы решили так зайти, посмотреть, оценить для себя, да? Мы были тут, как бы мы ушли на консультантов в сфере сетевого маркетинга. И вы увидели вот этот продукт, новый, брендинг, замечательный вкус. Ольга, давайте ей поаплодируем. Понятно, что она там, ее работа не особо видно, но она делает. Посмотрите, как это выглядит. Какой вкус. Да это, блин, это круто, это великолепно. И я благодарю всех в моей команде, и Джорджа, и Нэнси, и так далее. Да, давай, да, мы вам очень благодарны, аплодируем в душе. И, понимаете, вот эта вещь, вот этот вот магический переход происходит из мозга в душу и в сердце. Можно целый день убеждать себя, что возможность классная, но пока она тебя не ударит прямо в сердце, пока ты не зажжешься, ничего не произойдет. Начинается вот с этой веры, да, маленькая искорка веры. Маленькая искорка веры, которая потом разрастается в пламя веры, если ты подкидываешь туда ветки, подкидываешь туда дрова, да, нельзя просто не говорить с людьми и говорить, что как это у меня бизнес не растет. Нужно пестовать это. Нам нравятся продукты, нам нравится подход Сергея, нам нравится его энергия в этом во всем. Да, и у нас вот эта искорка начала перетекать из мозга на бессознательное в нашу душу. И мы думали, и вот сколько там, 90 дней назад мы приняли решение, что мы заходим. Мы ушли из консалтинга, зашли, привлекли очень талантливых профессионалов из сетевого маркетинга. Большая честь с ними работать каждый день бок о бок. Если у тебя есть качество, что я хочу сказать, если у тебя есть качество, придет количество, мы сейчас подтягиваем качество. Продукты мы обожаем, вкус классный, очень все здорово. Плюс вот эти новости крутые, которые постоянно компания выпускает. Плюс мы доверяем тем людям, которые за этим стоят. Мы знаем их намерения, мы видим и понимаем, куда они движутся. И это будет успех. Это будет успех. Наша общая цель на сегодня стать частью, полновесной частью семьи APL GO. Они выстрелят. Они выстрелят. 60 дней, 60 дней мы здесь. Беспрецедентные результаты в этой индустрии компания показывает. Я не буду сейчас про цифры и так далее не будут говорить. Да? Количество тех денег, которые люди зарабатывают здесь в США на этом сегодня, да это просто сумма сойти. Мы за 60 дней заработали. Мы говорим сейчас о шестизначной сумме. Традиционная работа, там годами надо работать, чтобы за такой зарплаты дойти. APL GO это наш новый дом, и мы рады быть в нем. Будущее нас волнует. Оно нас радует. Будущее очень крутое. И вот мысль, которую я хочу, чтобы осталось у вас в головах. Ребят, это не про деньги. Но мы же здесь, чтобы денег заработать. Не-не-не, зарабатывать деньги это нормально. Ребят, это не про деньги. Это о том, кем ты станешь в процессе и кому ты поможешь рядом с собой. И деньги последуют, деньги придут. Процесс, плюс те жизни, на которые ты повлияешь. Вот это вынесет твой доход на новый уровень. А благодарю вас всех. Спасибо за то, что приняли нас в вашу здоровскую семью. Мы рады пройти с вами этот путь. И с нетерпением ждем личные встречи в будущем. Ребят, всем всего хорошего. С днем рождения. Спасибо, спасибо большое, Саммер. Огромное спасибо, Трэвис. Оказывается, 60 с небольшим дней всего в бизнесе и уже добились таких небывалых высот. Давайте все вместе скажем «Браво!» Вы достойны аплодисментов. 60 дней! Вы только вдумайтесь. Это дорогого стоит. Это говорит о том, что в APL возможно переписать историю сетевого маркетинга. И мы с вами для этого и собрались. У нас есть еще одни спикеры. Элла, кто это? И у нас снова лидеры из США, которые бьют всемыслимые и немыслимые рекорды. Келли Винсент и Тина Мальсом. Международные директора компании APL. Обладатели престижной премии «Золотой листок» в номинации «Лучший товарооборот» в 2020 году. Данные обновлены три дня назад. Входят в топ-30 чеков компании по итогам 2020 года за 4 месяца работы в компании. Да, всего 4 месяца они в бизнесе и уже получили «Золотой листок». Уже вошли в топ-30 и стали международными директорами, пожалуй, самыми быстрыми международными директорами за всю историю компании APL. Хотите узнать, какими секретами поделятся они? Тогда все внимание на экран. Привет! Приветствую всех со всего мира. APL GO, Тина и я, мы очень рады быть с вами. Меня зовут Келли Винсент, это Тина Мальсом. Мы новички здесь, да, можно сказать, но мы очень воодушевлены, что у нас есть возможность поговорить с вами и мы расскажем нашу историю, нашу историю успеха, как мы начинали и почему эта индустрия нам вообще нравится. Это наш сотый день сегодня в этом бизнесе. Это круто! Сто дней назад мы начали работать с этой невероятной компанией и немного давайте, да, расскажу, откуда мы, чем мы занимались и какие решения жизненные нас привели в общем-то в ВПЛГО. Позвольте начать, я росла в традиционной семье, папа работал, мама работала в средний класс, я ходила в католическую школу для девочек, да, и хорошие оценки, потом пошла в колледж, в общем-то было много друзей, вот, и потом закончила колледж, получила диплом, это то, что ожидает от тебя общество, да, все, в общем-то такой традиционный путь развития, жизненного развития в США. Я получила диплом, я поняла, что мне нечем заняться, мне некуда применить свои знания, начала искать работу, нашла, в общем-то, неплохую, помыкалась, посмотрела, и в итоге пришла медицинские продажи, мне тогда было 25, сын уже был, и единственное преимущество было в том, да, я могла брать сына маленького с собой в офисе, и там все мамочки работали, да, они мне в этом очень здорово помогали, в офисе практически одна была, я была секретарем в поставщике медицинской продукции компании, да, и колясочка у меня рядом стояла, потом он от моей работы в школу начал ходить, да, я росла там по корпоративной лестнице, конечно, в этой компании от секретаря, я выросла до управляющего офисом, от управляющего офиса я потом перешла в продажи, потому что я хорошо ложусь с людьми, тут и продажи, и телефонные звонки, плюс комиссия, да, комиссия, да, немножко денежки мне покажи, и я вся уже это, завелась, работаю в два раза сильнее, потом я перешла в маркетинг, вот, и спустя пару лет в этой компании я была вице-президент по маркетингу и продаже, еще через пару лет я стала вице-президентом вот этой компании, поставщиками от оборудования, да, всегда было круто, когда мы там, крупная поставка проходила там по линии министерства или там в какую-то крупную больницу, все было круто, меня начальник хлопал по плечу, уматывал в отпуск, а я впахивала еще больше, и в один прекрасный момент компания переехала в другой штат, местным сотрудникам ничего не сказали, чтобы нам компенсационные выплаты не выплачивать, они просто переехали втихую, здесь я потеряла доверие в компанию, доверие в собственника, я поняла, что, да, никто обо мне больше не позаботится, я была одинокая, мама, у меня 11-летний ребенок был тогда, 11-й сему было, и я пришла в сетевой маркетинг, да, показалось хорошим решением, не сильно оно отличалось от того, что я делала, да, я на созвоне с клиентами ввожу новую продукцию, подписываю их на ежемесячные планы, там, поддержки по продукции, да, чтобы продукция приходила, и, что у меня здесь, что я всегда несло наверх, выносило наверх, в любой компании, в любой работе, я никогда не относилась к этому как к хобби, я всегда к этому относилась как к работе, и к сетевому маркетингу у меня был такой же самый подход, то есть я и выстраивала структуру, ставила себе задачи на каждый день, и потом их реализовывала, несмотря на то, что я делала каждый день одно и то же, я приобрела свободу, я могла уехать там на неделю, и работать там, сидя на яхте, там или на Ямайке где-то, и нету начальника, не нужно ни перед кем отчитываться, ну в общем-то я работала так же усердно, но просто уже не на начальника, а на мою семью, на себя, благодарю эту сферу индустрии, они мне нашли, да, я могу теперь вещи, делать вещи, о которых я даже раньше не мечтала, и спасибо сетевому маркетингу, я своего супруга на конвенции встретила, сколько там, да, 7 лет назад, мы совместно сейчас строим нашу империю, итак, я хотел бы пообратиться ко всем, кто думает, что нужно какое-то преимущество, или должны быть какие-то суперзнания в этом бизнесе, если ты определяешь вот эти суперзнания, то все получится, это не так, я вам сейчас все расскажу, я из Харрингтон-Бич, Калифорния, у меня 10 детей там, 10 детей в семье, где я рос, я третий самый старший, я рос, и понимаете, в общем-то, в это мироустройство семьи, я не сильно ты вписывался, да, в понимание моих родителей, да, ты принимаешь правильное решение, классно учишься в школе, потом колледж, потом ипотека, дом, семья, детишки, не, вообще не про меня, я еле, еле школу закончил, желания идти в колледж потом в университет у меня не было абсолютно, смотрите, я не могу спокойно сидеть, мне очень сложно было усидеть в классе, в школе, и я просто, мне нравится учиться, просто как-то оно у меня по-другому происходит, да, я ушел в строительство, строительство у меня получалось, я никогда не думал об этом, о том, что, никогда не рассматривал это как бизнес, у меня был весь набор инструментов, там, ручных, которые нужны, и после, в общем-то, когда я закончил школу, я начал этим заниматься, да, я это делал, но в абсолютно без удовольствия, я даже не понимал вообще, что я там делаю, и у меня всегда была цель найти что-то, что придется мне по душе, и в чем я достигну успеха, 25 лет я в этом был, в этой строительной компании, по 6 лет отслужил в армии, то есть, технически я научился, как что-то строить, и зачем, как это разрушать, ну, компания по сносу зданий, я никак осматривал сферу сетевого маркетинга, для меня, я, в общем-то, пару раз в это заходил, было, в общем-то, весело, но я думал, я не думал, что я смогу здесь карьеру построить, до 19 апреля 2012 года, я запомнил эту дату, это был поворотный момент, я принял решение, у меня в моем строительном бизнесе, я больше не мог это все тащить, то есть, физически, физически себя плохо чувствовал, мне уже не нравилось абсолютно, что я делал, абсолютное было, выгорание, эмоциональное, все тяжело, тяжело было, тяжело было быть и бухгалтером, продавцом, и еще и рабочим на стройплощадке, в общем-то, всем, и я понял, что я работаю, 10-14 часов в сутки, практически 7 часов в неделю, у меня тогда было уже 4 дочери, с кем я время хотел проводить, но я этого не мог, потому что я постоянно был на работе, постоянно был на объектах, и вот этот вот бизнес 24 на 7, когда я начинал, да, я думал, о, круто, я мог просто людям говорить, ребят, у меня свой бизнес, я крутой, но по мере продолжения этого времени, да, я вот работал, я, в общем-то, я урабатывался, не мог уехать в отпуск, потому что я не мог рассчитывать на людей, которые в этой компании работали, и я возвращался, допустим, там, из поездки, там, отдохнул, съездить, и надо все за ними переделывать, был полный караул, да и отпуск, не отпуск был, потому что головой ты постоянно на работе, да, вот те, кто меня сегодня слушает, я понимаю, и я вас прекрасно понимаю, вы через жесткие времена прошли, если вы один из тех людей, кто испытал то, что делаю я, через что я прошел, у меня ДТП было серьезное, 36 костей в моем теле сломаны, со мной чего только не происходило, но я хочу вам сказать, никогда у меня не было желания сдаться и перестать искать и двигаться вперед, каждый день вы принимаете решение, что произойдет в этот конкретный момент, что вы сделаете сегодня, чтобы вывести себя немного дальше, чтобы вы оказались там, где вы хотите, не то, что вы там надеетесь там когда-то этим стать, не надеетесь, а что вы делаете сейчас, что вы будете делать после этой конференции, какие решения вы будете принимать, чтобы оказаться там, где вы хотите, и эти решения, они требуют действий, не просто подумал, а идешь и делаешь, не оглядываясь, не думая, не боясь делать ошибки, не думая о том, что скажут другие люди, что скажут мои друзья, родственники, семья, да, друзья. у меня не было так много друзей, пока я в сетевой маркетинг не пришел, я все время на стройке работал, друзья, ну как там были, приятели на стройке были, я не очень-то хотел с ними дружить, на работе-то особого удовольствия, их общество мне не доставало, а дружить с ними, ребят, ну камон, и, а вот когда я пришел в сетевой маркетинг, у меня теперь тысячи, тысячи друзей по всему миру, и это очень круто, то, что мы можем, ну, поменять жизни людей, которые ты встречаешь на этом пути, и я должен сказать, да, я Тину встретил, когда вот бизнес пришел, семь лет назад, это был лучший момент в моей жизни, определяющий момент, не надо думать, что ничего хорошего не произойдет, или, ну да, как бы лучше, чем сейчас уже не будет, и здесь что-то такое произошло, да, семь лет назад, вот у меня это услышал, я встретил Тину, я светил кого-то, доброго, любящего, улыбчивого, очень круто вместе работать, мы с ней каждый день вместе, нас сблизила вот эта индустрия сетевого маркетинга, и я проживаю теперь, проживаю с удовольствием каждый день, и вот мы перед вами вместе, мы очень воодушевлены относительно того, что происходит, я хочу сказать, да, вы хотите узнать, наверное, почему мы выбрали APL GO, потому что, да, совместно мы в индустрии провели 25 лет на двоих, я в пяти компаниях отработал, ты сколько там, больше, да, гораздо больше, мы много чего видели, много чего сделали, изнанку этого бизнеса знаем, и мы встретились, мы начали, да, уже тогда мы думали о том, чтобы перейти вдвоем в новую компанию, и составили список, список, что в ней должно быть, критерии, и мы поняли, мы нашли магическую формулу, в чем же секрет, вам по-любому интересно, для нас секрет, это выбрать ту компанию, у которой уже есть все, что у них есть, первое, это лидеры, лидерство, собственники компании, Сергей, да, он не сидит там за столом, и просто пачки денег считает, не-не-не, он в поле, он записывает новые видео, он снимает документалки, которые мы можем использовать, как инструменты, он созванивается с людьми, как бы двигает их вперед, он полностью в процессе, мы с ним созвонились, он сказал, вот нам интересно, он говорит, слушайте, я у вас в Аризоне завтра, он говорит, слушай, из России за сутки, он говорит, не-не-не, я во Флориде, он прилетел, для него это важно, пообщаться с нами, да и для нас тоже, да, чтобы установилась вот эта связь с самого начала, в большинстве компаний, они, в общем-то, ну, проваливаются в сетевом маркетинге, каждый месяц, сколько новичков выходит, новых компаний, сотни, а эта компания, EPL, прошла 3 года, отметку 5 лет и 7, и сегодня мы справляем 9-й день рождения, мы всего лишь 100 дней с этой компанией, мы уже понимаем, что эта компания выдержит испытания временем, почему? Да потому, что она уже 9 лет работает, второй момент, компенсационный план, да, насколько быстро он реализовывается, ну, чтобы мы могли быстро собрать команду в EPL, плюс есть, по компенсационному плану, там есть принцип пассивного дохода, ребят, давайте согласимся, мы все плюс-минус, мы все лентяи, да, и нам нужно что-то, что будет приносить пассивный доход, и у нас план такой, там, 3-4-5 лет, и мы создадим достаточное количество пассивного дохода, который будет приходить, которых хватит еще и нашим детям, компенсационный план EPL, о, ребята, это, это да, это большое, да, еще, что мы обнаружили, вот, относительно Сергея, да, когда он прилетел впервые, мы впервые встретились, мы ни слова не понимали, что он говорит, несмотря на то, что мы не могли понять, о чем он нам говорит, мы почувствовали вот этот дух, дух того, что должно быть все идеально, и компания, и работа в поле, и инструменты, и продукт, ну, плюс, конечно же, его страсть, менеджмент, собственники компании, очень важно, чтобы была страсть у них, которая не будет нас заражать, которая нас тоже, и нам передастся, мы очень хотим встретиться, кстати, с Ольгой, пока мы встретились только с Сергеем, и это очень важно, потому что мы, нам было интересно увидеть, да, что это за человек, да, каково его реальное отношение, да, и мы увидели его язык тела, все, что он говорит, вот этот вот его порыв, его драйв, он нас завел, в общем, еще больше, и компенсационные планы, да, если об этом поговорить, мы видели много чего, а здесь, тут все очень четко, и мы в это поверили, все думают, что в самой, каждая компания думает, что в каждой компании самый крутой компенсационный план, но здесь нас в этом убедился Сергей, и мы в этом убедились, когда я подхожу к людям, и говорю, где я работаю, они говорят, а, вот в этой штуке, которая там быстро разбогатеть, да, я говорю, ну да, а зачем медленно-то богатеть, быстрее ты, логичнее же, и в общем-то мы очень уверены, да, мы очень уверены в этом, ну и потому что продукт, еще и продукт, это прям самая большая галочка из всех критериев, насколько он уникален, первые ли мы выходим на рынок с ним, могут, легко ли его дуплицировать, весел ли это в конце концов, а плюс он вкусный, невероятно вкусный, вот эти вот вещи, которые у тебя просто, маленькие такие спасители жизни, плохо почувствовал, съел конфетку, все, идешь дальше, очень круто, очень круто, и продукт великолепен, конечно, да, но еще если подумать о науках и технологии, которые за ним стоят, должен же я знать всю эту науку, да, должен ли я быть ученым, да нет, у нас есть книжка, у нас есть видео обучающий, да, я, кстати, очень хочу на производстве оказаться, посмотреть, как же завод работает, ну очень интересно, и так продукт, да, самое важное по продукту, это не просто какая-то модная такая штучка, которая возникла и исчезла, нет, он устойчивый, он надежный, люди, им вот это вот драже, оно им помогает, и они будут с ними пожизнен год, два, три, пять, и то, что ты принимаешь свое тело, да, это, оно решает твою проблему, ну, ребят, мы живем в очень стрессовое время, там идут вот это положительное излучение, вот микроволновок, сотовых машин, компьютеров, негатив, который льется со всех сторон, со всех экранов, там вот эти новости, да, мы, и в результате этого мы стареем быстрее, да, нам сколько, нам по 50, все, мы здесь вот заморозились, и мы теперь всегда будем, нам всегда будет 50, время хаоса сейчас, реально, депрессия, дисбаланс мировой, и есть продукты, где есть технология с отрицательными ионами, которые запускают метаболизм, дают людям энергию, спокойствие, да, какие-то продукты, ты спишь хорошо, или наоборот, эффективно работаешь, это, в общем-то, спасение для всего мира, мы искали такой продукт в сетевом, не находили, это, в общем-то, станет частью, скажем так, нашего ДНК, и вот, продукт очень надежный, да, и чтобы в этом убедиться, не нужно быть там, суперумным ученым, да, типа генетика, или там, кого-то такого, да, просто понимание того, что он поддержан научными разработками, дает нам веру, и помогает нам его продвигать, насколько легко употреблять этот продукт, и насколько хорош компенсационный план, насколько хорошие инструменты, легко, легко этим делиться с людьми, здесь пять потоков приходит, получается, да, прибыли, еще там есть десять путей, в компенсационном плане, мы за сто дней до этого даже не дошли, вот этих вот детальных фишек мы еще не до конца их прочувствовали даже, но у нас уже масштабный успех, то есть те люди, которые бегали по рынку сетевого маркетинга, искали классную компанию, здесь они растут очень, они растут очень быстро, и еще один аспект, насколько это круто вообще и весело, если это не так, зачем вообще работать, если души в этом нет, сто дней, это были величайшие, сто дней в нашей профессиональной карьере, реально, и то, как все организовано, как вот это все упаковано, да, вот работа в поле мероприятия, это все перед нами, и мы, кстати, с нетерпением ждем, чтобы наша команда присоединилась, да, 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 вот я хочу добавить, вот на этих промо-мероприятиях я хочу побывать, ребят, я вам завидую, ваши промо-видео мы посмотрели, и мы такие, да когда, когда уже, им весело, и мы им круто, мы к ним хотим, ребят, у вас драйв, у вас кайф, и мы очень за вас рады, мы хотим быть с вами физически, и я могу сказать, что это самая интересная компания, в которой мы работаем, и индустрия, в общем-то, ждала такой компании, где вот все эти характеристики будут присутствовать, до этого то, что мы смотрели, там какие-то были компромиссы, компромиссы, хорошо, там 5 из 6 условий выполняется, APL GO, 6 из 6, однозначно, ребята, это успех, Сергей, Феликс, Феликс, очень классный, Каори, шикарный мостик установил, вот этот вот, между штатами, и России, Самар и Тревис, наши бизнес-партнеры, да, в общем-то, это какая-то сбыча мечт, реально, и мы очень вдохновлены будущим, да, ребят, просто подумайте иначе, я хотел бы, если ты будешь думать, как прежде, ты останешься, где ты всегда был, чего ты хочешь, ты просто крутишься на месте, или ты хочешь взлететь, чего реально ты хочешь, как будет выглядеть твоя жизнь, я могу вас заверить, что если через жесткие времена, если был развод, если тебя предавали, если там у тебя внезапно самый близкий человек умирал, с работы увольняли, если тебе говорили, что ты недостаточно хорош, если ты проваливал начало своего бизнеса, и даже если ты 50 раз вныривал в сетевой маркетинг и ничего не достигал, если есть друзья, родственники, которые говорят, что это, зачем ты этим занимаешься, это же бред какой-то, я тебе скажу, то ты сейчас в правильном месте, огромное количество людей будет тебя отговаривать, да, посмотрите по сторонам, много людей с подобными проблемами, но прими решение, которое и изменит твою жизнь, подумай иначе, думай за пределами привычного круга, у тебя тогда придут те вещи, о которых люди только мечтают, я помню то время, когда я просто хотел сдаться, я думал, я самый невезучий парень, я смотрел на других людей, у них по-любому что-то есть, чего нет у меня, за счет чего они достигли успеха в этой жизни, и в эти моменты времени я помню, я принял решение, я не остановлюсь, я живой, руки-ноги есть, у меня еще там долгая жизнь впереди, и мне нужно с ней сделать что-то хорошее, если не для себя, хотя бы для дочек, для близких моих, мир сегодня, люди есть в мире, которые ищут возможности, возможности типа APL, и есть, возможно, от вас, есть недалеко один человек, через человека, чью жизнь ты сможешь изменить, мы можем изменить жизнь людей на общемировом, в общемировом масштабе, просто подумайте, сколько близких есть, сколько людей наполнено любовью, они хотят заботиться о своих близких, примите решение, которое поменяет ваше мышление, и двигайтесь вперед с APL GO, ребят, у нас на этом в общем-то все, спасибо, очень круто было с вами немножко времени провести, и мы с нетерпением ждем развития APL GO, мы очень благодарны, классного вам дня, пока-пока, ребят. Привет, привет, и пока-пока, благодарю Келли, благодарю Сину за прекрасный рассказ, ну, а мы идем дальше, а дальше у нас снова прямой эфир, я знаю, вы этого долго ждали, потому что сейчас у всех партнеров APL будет уникальная возможность познакомиться с человеком, который ускорил запуск в США, человек, который отвечает за старт APL в Соединенных Штатах Америки, я говорю о Кауре Токсик, человек с огромным опытом, человек, который сам был президентом сетевой компании, неоднократно был руководителем в разных MLM-компаниях, то есть человек с опытом управленческим, но также достигал больших высот по квалификациям, будучи дистрибьютором, то есть человек знает хорошо и дистрибьюцию, и менеджмент, и объединить все это привнес огромную пользу и результативность для компании в США. Давайте прямо сейчас попробуем в очередной раз установить с ним связь. Супер! Каури! Привет, привет! Хеллоу! Как свет? Приветствую, Сергей! Большое спасибо за такое доброе приветствие. И я понимаю, сейчас вечер уже в России по московскому времени. Приветствую всех, кто сегодня рассказал свою историю. Я так много узнал за последние три дня. Вчера я больше узнал о продукте. Я послушал классных презентеров, как строить свой бизнес. Я благодарю вас за это. АПЛ Гоу это, в общем-то, свет в моей жизни и свет в жизни моих лидеров. Я хочу всем передаю привет Тине, Келли, тот самый ребят. Спасибо большое за то, что вы делаете такую классную работу. Отличные презентации. Я их прослушал, находясь дома. Ребят, мне очень повезло, что вы на моей команде, на моей стороне Сергей и все партнеры со всего мира. Да, я работал порядка 22 лет в этой промышленности в большинстве количестве стран и я никогда не видел ничего подобного. Чего-то похоже на ИПЛ Гоу. Я начинал свою карьеру, да, мне 6 лет было. Молоком я торговал. Потом мои папа с мамой, они перешли в компанию сетевого маркетинга и на конвенциях я разливал лимонад под стаканчиком, когда они работали. И сок, честно говоря, был отвратительный. Ну, то есть каждую субботу я присоединялся к своим родителям, чтобы промочить и выстраивать бизнес в прямых продажах. И я начал понимать этот бизнес изнутри, и я его полюбил. И у меня появилась возможность работать с разными людьми. АПЛГО делает просто невероятные вещи. Позвольте сказать, что по всему миру вот люди уже знают АПЛГО, узнают про компенсационный план, про невероятную продукцию. Люди хотят, людям это нужно. Мы идем к вершине, как Сергей уже сказал, мы достигли уровня миллионов долларов на третий месяц в США. Уверен, цифры продолжат расти по всему миру по мере открытия большего количества команд. Есть четыре основных причины, по которым я думаю, что АПЛГО является очень привлекательной. В Тревес Соммер мои коллеги из Штатов уже сказали, я думаю выделить ряд вещей. Первое, это продукт, продукт, которого не было раньше на рынке. Когда я взял этот продукт, я волновался. Я волновался относительно вкуса, да, в общем-то. Конфетка и конфетка, но помимо вкуса он еще и работает. Плюс здесь классная система обучения по продукту и как он изготавливает. Четыре дня спустя приема этого продукта я понял, что это тот продукт, который можно вынести туда, в открытый мир, потому что он работает. Во время мастер-классов я хочу поделиться вам по паре принципов, поделиться с вами. Они помогут вам коммуницировать в этом бизнесе и рассказать вам, это для вас, для тех, кто сейчас дома. Если вы не выстраивали крупные структуры, крупный бизнес, если вы новичок в этой индустрии, если вы не уверены в себе, пара вещей, которые я хочу поделиться, которые я узнал за последние 22 года, и я надеюсь, которые смогут привести вас к успеху в выстраивании бизнеса. Номер один, верьте в себя и ставьте цели. Это крайне важно. Когда я ходил в университет, там не было факультета продаж. Я изучал историю, изучал социологию. Прямые продажи этот опыт нарабатывал я и сам. Посещал мероприятия, читал книжки самостоятельно. Время, которое вы посвящаете сегодня этому обучению, это очень важно. Это не так сложно. там есть ключевые концепты, есть ключевые связи. Очень важно, если у вас нет целей, ставьте их, вы не знаете, куда двигаться. Я слушал историю Трэвиса Флэрити, он говорил о том, что надо ставить цели, и это очень такая история интересная. Когда они они все я ездил по району и увидел дома, и я думал, что однажды, может быть, я смогу себе это позволить. Вот Трэвис и Саммер точно так же. Они были молодожены, денег мало, но у них были цели, были мечты, дом, нормальная жизнь. Трэвис рассказал, что недавно он в гараже распаковывал коробки, и он смотрел, нашел список старых целей, какой дом он хотел, и он понял, что он в гараже этого дома, практически расплакался. Да, вот энергия, эмоции, он достиг этой цели. Очень важно, прописывайте цели, где вы хотите быть сегодня. Напишите, где вы хотите быть через 90 дней, через год, да, посмотрите на разные квалификации в APL GO, разные уровни в APL GO, соотнесите себя, да, и примерно представьте, где вы хотите быть, и напишите, как вы будете это делать. Напишите, и этот механизм запустится, и вот запустит вселенная, и это начнет работать. Номер два, верьте в себя. Ранее я уже говорил, да, нет вкусов по прямым продажам, когда я начинал, не было. Я подписался, и мои друзья думали, что я, в общем-то, какой-то дурачок, но у меня была цель. Каждый человек есть ценность, ваша жизнь имеет смысл. Вы можете помочь донести это до других людей. Чем больше ты можешь помочь другим людям по всему миру достичь своей мечты, тем лучше это будет. То, как спроектирована сама концепция APL GO, как Сергей ее сделал, это очень просто делиться этим. Продукты очень вкусные. Плюс выстраиваю, я построил большое количество бизнесов в 55 странах. Да, ценообразование очень интересно сделано. у нас у нас есть продукт, который шикарно работает, 15 различных продуктов, 15 различных дрожжей, да, с разными целями и задачами, и люди могут себе их позволить, в общем, по цене, и выстраивается долгосрочное взаимоотношение, устойчивое взаимоотношение с компанией и с семьями. Верьте в себя, как я сказал, потому что бывают времена и были времена, когда я проходил через сложные периоды, когда все мне говорили, не, 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 это, да, нет, не будет у тебя успеха, но я знал, куда я двигаюсь, потому что у меня было видение, у меня уже в голове сидело, как будет выглядеть успех, как будет выглядеть мой дом, какая будет машина, и, ребят, действительно интересно, может быть, два очень плохих месяца, а потом один хороший день, если вы работаете в этой индустрии, вы понимаете, о чем я, отказ, 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 но двигайтесь все равно вперед, а потом бам, и оно начинает работать, потому что есть такие же люди, которые хотят расти, развиваться в этом бизнесе, но мы живем в очень интересные времена сейчас, ковид-19, люди заперты в домах по всему миру, пытаются понять, как им жить дальше, как оплачивать счета, Сергей создал международную компанию, это не просто история какая-то отдельно в Штатах, или отдельно в России, или отдельно в Азии, нет, это глобальная компания, которой будет доступ у всех по миру, и реально, миллионы людей сегодня дома сидят и ищут возможности, ждут возможности, дойдите до них, расскажите об этом бизнесе, следующий, следующий критерий, будьте продуктом продукта, я сам по себе, да, история успеха, у меня есть опыт работы с продуктами, поделитесь с ними, да, пока я начал понимать воздействие этого продукта, четыре дня, четыре дня прошло, у кого-то это там срабатывает через день, через несколько часов, зависит от того, ну, от физического состояния, как только я это прочувствовал сам, я могу абсолютно естественный разговор заводить на эту тему с другими людьми, продукт у меня, который был, это был продукт слайд, я очень, я такой достаточно здоровый парень, потому что я хожу в этот спортзал, но у меня начали суставы болеть, болеть, под штангу, когда лег, начали болеть суставы, именно колени при работе со штангой и плечи, я начал слайд принимать, четыре дня боли начали уходить, почему это важно, вот личная история это самая мощная вещь, которую ты можешь передать другим людям, трем людям я об этом рассказал, об этом опыте, через который я прошел, попросил их попробовать продукт, да, я не рассказывал на этот момент про бизнес, не рассказывал про компенсационный план, не про что, я просто рассказал личную историю, как вот слайд помог мне избавиться от боли после спортзала, они вкусные, они классные, они работают, люди попробовали и через пару дней, вот еще один перспективный мой клиент, да, он мне позвонил и сказал, слушай, реально работает, и он пошел дальше этим знанием длится с людьми, таким образом вы становитесь продуктом, который продвигает другой продукт, ну вы понимаете, да, о чем я, плюс очень важно, чтобы был рычаг, что я имею ввиду, да, я, когда вы идете работать, вы работаете с утра до вечера, работаете сам, вы зарабатываете, вам платят почасовую, или зарплата есть, и этот некий такой фикс, который не меняется, хотите заработать больше, должно быть плечо, именно поэтому нам очень повезло быть с APL GO, тем, что мы можем пользоваться вот этим плечом, которое создали Сергей и Ольга, люди говорят о деньгах, насколько важны деньги, 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 конечно же, важны, но есть гораздо более важнее, валюта, которая гораздо важнее, это время, и у тебя нет, допустим, так много денег сейчас, так вложи время, почитай о продукции, вложи время, прочитай о компенсационном плане, вложи время, отточи свое мастерство, чтобы более эффективно рассказывать людям, как работают продукты, как работает бизнес, плюс, ты можешь это все сделать, и это действительно будет иметь разницу, я знаю людей, у которых все плохо с деньгами, но у них огромное количество времени, давайте же начнем использовать это времени, давайте начнем учиться улучшать себя, читать книги, я всегда воодушеваю особенно, если ты хочешь стать лидером, лидеры это те, кто читает, находите лучшую литературу, Сергей, Роберт Киосаки, да, Роберт Шерлис, вся информация, когда есть книга, Джон Максвелл, например, его мысли, вы читаете его мысли, и они в общем-то переходят к вам, они учат тебя, эта книга становится частью тебя, после прочтения, читать очень важно, не сдавайтесь, еще один момент, вообще, ни за что, будут времена, когда ведете бизнес, идут отказы, люди говорят, нет, да, если ты, не сдавайтесь, если ты сдашься, так куда ты придешь, придут ли возможности к тебе, я ранее уже говорил, 22 года я в сетевом маркетинге, в таких, в разных компаниях работал, по моему мнению, APL Go это компания, которая появляется в этой индустрии один раз в 50 лет, это компания, которая ставит большое наследие, это единорог, потому что эта компания позволит простым людям, как я, просто не сдаваясь и работая, достичь невероятных успехов. Еще здесь важно, что есть, у вас будут неудачи, у вас будут неудачи, неудача, встаете и идете дальше, я уже не помню, сколько раз падал я, иногда я звонил людям и говорил слишком много, да, ребят, пусть ваше сообщение другим людям будет очень простое, Крис, я попробовал, слушай, и у меня результаты классные пошли через 3-4 дня, да, ну, да, вот сейчас ты смеешься, ты попробуй дня 4, продукт невероятный, это вот личный мой опыт, который я рассказываю людям о своем личном опыте, он попробует, он закажет, перезвонит, задаст вопросы, в этот момент я не говорю ему, от того, что, Крис, ты вот леденцы принял, можно миллион баксов заработать, нет, я всегда очень аккуратно, я отделяю всегда клиентов от тех, кто строит бизнес, чем больше у меня клиентов, тем больше у меня основания, фундамент для долгосрочного бизнеса, в один момент клиенты могут стать бизнес-партнерами, но не надо их пережимать сразу, не надо их давить на это, когда они созреют, они придут и спросят сами, и клиенты, они становятся классными бизнес-партнерами, но они должны вызреть сами до этого, также, когда я говорю с людьми, я очень много говорил о плече, да, помните, я упоминал, да, дайте нам пример, как работает то, что я начинаю, то, что я называю плечо, подумайте, да, вот есть автомат с Кока-Колой, представьте, если можно поставить этот автомат с Кока-Колой в кафе университета, еще один ставите в соседнем здании, у вас две автомата с Кока-Колой в двух зданиях, даже несмотря на то, что я ночью сплю, когда я делаю что-то другое, каждый раз кто-то мимо проходит, он видит его и покупает Кока-Колу, я на этом зарабатываю пока сплю, почему? Потому что этот Кока-Кольный автомат мой, я поставлю 100 автоматов по всей стране, представьте, каждый раз я что-то делаю, а там где-то люди подходят и покупают баночку Кока-Колы, я на этом зарабатываю, подумайте, думайте, не забывайте, вот эти вот, да, автоматы с Кока-Колой, это ваши партнеры в бизнесе, чем больше вы привлечете, у вас вот эта сеть, они везде, и таким образом у меня деньги зарабатываются, когда я сплю, потому что есть люди в других странах, которые занимаются моим бизнесом, что помогло в России, да, к этому выстрелить, да, я в России, я не знал до этого, кстати, что там 12 часовых поясов, я работал в разных странах, там, в Швеции, в Европе, Россия, это самая большая страна, в которой я был, и когда, что я понял, работая с Россией, там 12 часовых поясов, то есть есть люди в разных частях России, в Сибири, рядом с границей с Монголией, там, рядом с Казахстаном, в Москве, то есть разные рынки, страны СНГ, да, это, да, просто представьте, это получается, по всем 12 часовым поясам стоят вот эти автоматы с Кока-Колой, везде, и люди покупают, и на каждой этой покупочке немножко капает, немножко капает, вот это я называю плечом, можно назвать сетью, и понимаете, и для меня это работает на 100% внутри моих сетей, я надеюсь, я донес до вас свое сообщение, вы меня поняли, и именно в этом прелесть этого бизнеса. Еще пару вещей хочу упоминать, Тина и Келли, они упоминали, если ты ничего нового не будешь делать, у тебя не будет новых результатов. Я говорю, эта компания, это единорог, который появляется на рынке один раз в 50 лет. Это не сложно, ничего сложного в этом нет. Вы нам нужны, нам нужны ваши таланты, нам нужен ваш вклад в эту компанию, потому что продукт крутой, он сможет помочь миллионам людей по всему мира. Но ничего не произойдет, если мы людям об этом не расскажем. И немного о компенсационном плане. Как он работает? Я никогда не видел компенсационный план где? С групповым бонусом и с чеком одновременно. В самом начале, да, я не понимал, как оно будет работать, но я скажу, очень быстро он создает прибыль. Если ты готов в это зайти и начать общаться и рассказывать о своем опыте с этой продукцией, да, очень хорошо, чтобы краткосрочный доход приходил и долгозрочный доход приходил. В этом плане есть и то, и другое. Тин уже говорила. И я хочу сказать вам в завершении, этот бизнес, он прекрасен, но чтобы достичь успеха, ты должен до успеха дотянуться, выйти туда, в открытый мир и делиться этим. Не бойтесь пробовать разные продукты, не бойтесь разговаривать с людьми о том, как спать ночью спокойно, да, не бойтесь рассказывать людям, что драже может помочь снять проблемы с суставами, с сердцем, помочь успокоиться и пусть это будет просто. Оно работает и вы можете рассказывать, где можно его заказать. Давайте им пробники, как только они попробуют, угадайте, что случится. Как только они прочувствуют этот продукт, они начнут тебя спрашивать про бизнес. Большинство начнет спрашивать. Они говорят, слушай, я каждый месяц закупаюсь, наверное, там кому-то платят, я хочу узнать больше. и именно тогда я начинаю им говорить, что я делаю, немножко денег в начале и рассказываю пример вот про эти автоматы с Кока-Колой, они это понимают, они понимают вот эту силу плеча и я обещаю вам, если сделать этот подход, бизнес вырастет. Сергей организовывает международную кампанию, уже организовал, я в ней. Если вы в Азии, например, выстраивай там, и не важно, например, ты в Азии, ты можешь новую ветку начать отращивать в США, возможности есть, они пересекаются. И я хочу сейчас передать слово Сергею, большое спасибо, спасибо большое за то, что поделились с этой возможностью со мной, с моей командой. Очень круто работать с вами, я желаю вам всяческих удач, двигайтесь вперед, и я всем хочу сказать, я обещаю, если ты будешь частью этого бизнеса, и ты рассказываешь историю продукта, и ты постоянен, каждый день два-три человека ты рассказываешь, то тогда успех придет обязательно. Но, ребята, все из Йоты, вам большой привет, спасибо за то, что дали возможность выступить. Это просто невероятно, как круто растет компания, насколько быстро APL развивается по всему миру. И, конечно, я думаю, в первую очередь этому виной президента APL, а? Как ты думаешь, APL-а? Искусственный интеллект не предполагает, мы предпочитаем факты. Ну, вот давай, расскажи, основывайся на фактах, расскажи про нашего президента. Масштаб личности грандиозный, планы амбициозные, но осуществимые. Минуточку, у меня есть доступ к видео, в котором собраны факты о президенте компании APL. Так что ж ты ждешь, давай быстрее видео на экраны. А, thank you, thank you, bye-bye, bye. Международная компания APL это более 400 тысяч партнеров, более чем в 50 странах мира. Это компания, которая производит продукт по инновационной технологии аккумуляции силы. Это компания, которая меняет жизни людей. кто же стоит во главе такой махины? Гений, миллионер, филантроп, многодетный отец, красавчик, самокромность. Прямо сейчас мы поближе познакомимся с президентом и основателем компании APL Сергеем Куриковым. С человеком, который заработал свой первый миллион в 21 год и теперь учит этому других. Сегодня по его скоростной методике достижения успеха зарабатывают уже тысячи людей по всему миру. Итак, вот она, современная жизнь человека, влюбленного в сетевой маркетинг. Мы, наверное, впервые так близко впускаем темочную группу в нашу жизнь. Ну что ж, добро пожаловать! Мы в летней резиденции президентской семьи в Майами. Примерно полгода с января по июнь, иногда больше, президент с семьей предпочитает жить здесь. Так получилось, что мы почти не разделяем жизнь на работу и отдых. в Майами наш дом. Здесь играют наши дети. Это и наш домашний отец. А это наш штаб. Здесь я утверждаю макеты, разрабатываю новые инструменты, занимаюсь концептом бьюти и другими продуктами компании. А это место вы наверняка узнали. Здесь Сергей проводит свои вебинары. Вы бы знали, что здесь творилось, когда мы готовились к летнему академии. Мы прямо в доме собирали все реквизиты для испытаний. К каждому гуну стояли к летнему с грызунами, насекомыми и рептилиями. В общем, все, что мы делаем для компании, мы делаем с полной отдачей. К нам сюда приезжают друзья, партнеры, сотрудники. Из моих сторис вы знаете, что я люблю жарить цейки на гриле и танцевать с Олей у бассейна. Но к этому предлагаю вернуться вечером. Утро в президентской семье может быть и банально, но начинается с кофе. Я действительно люблю наш продукт и в день выпиваю по 5-7 чашек кофе. Ну, конечно же, наш флагманский продукт это серия коммуникаций. Продукция, которая влюбляет в себя, продукт, который ставит все новые и новые рекорды по продажам во всех странах присутствия компании. Продукция имеет огромное количество сертификатов, подтверждающих свое безупречное качество. У компании EPL есть собственное производство. Я считаю, что это огромный плюс, дающий уверенность завтрашнем каждому партнеру компании. Так как мы застрахованы от скальков цен. Мы застрахованы от того, что не справимся с производством. Ведь у нас собственное производство и мы не зависим от капризов производителей. Мы сами устанавливаем ценовую политику. Все это дает вам дополнительную уверенность в завтрашнем дня. Сергей Сергеевич сам активно пользуется продуктом компании. Важные переговоры, огромное количество встреч на день. И я не представляю свою жизнь без брейн. А в поездке я всегда беру айс. дитя заполняет меня жизненной энергией, которая так необходима. Один словом, я просто обожаю все наши продукты. Сейчас мы активно занимаемся развитием США. Здесь наш продукт восприняли на ура. А Оля как всегда приготовила невероятный потрясающий инструмент для американцев, но теперь им пользуется вся компания. Это пробник серии аккумулятор из трех уникальных дрожжей. Я очень рада, что партнеры по достоинству осуществляли этот инструмент. Главное, активно пользуются и с комфортом масштабируют свою жизнь. Конечно, управление такой огромной компанией и большая ответственность, требующая от руководителя концентрации внимания 24 на 7. Для меня сегодня действительно нет расстояний. Интернет, современные технологии, транспорт стирает даже часовые пояса. И независимо, где нахожусь я и где находятся мои партнеры, я всегда с ними на связи. Сергей Куликов, президент, который огромное количество времени посвящает общению с лидерами своей компании. Проводит коучинги, ежемесячные вебинары для партнеров ИПЛ на пяти языках. Помогает лидерам планировать и покорять все новые вершины бизнеса. Сегодня я оставлю перед собой очень грандиозную цель, но вполне достижимую. В десятилетие компании вырастет 20 евровых миллионеров. 20 человек, которые будут зарабатывать 1 миллион евро в месяц. Это вполне достижимо при обороте компании в 1 миллиард за год. Вот, что меня будоразит, вот та цель, которую я оставлю перед собой и перед своим окружением. Лидеры высших квалификациях приглашаются на день рождения президента Golden People в самые роскошные места планеты. В кругу семьи APL президент летал над Гранд-каньоном, устраивал незабываемое шоу в Вегасе, разгадывал загадки Бали, пировал в трейбовом замке в Праге, веселился на гангстерской вечеринке в лучшем отеле Сочи, куда гости прилетели на частном самолете. Также в списке празднования такие геолокации, как Шри-Ланка, Мальдивы, Дубай. А нестандартные тренинги в уникальных условиях, например, такие, которые президент проводил на летней академии, навсегда останутся в сердцах участников события. Главный секрет успеха президента APL то, откуда он черпает силы и энергию эта семья. Камила, наша старшая дочка, стала мощным стимулом на пути к успеху. Когда малышка появилась, я понял, что окружу ее заботой и подарю ей все самое лучшее. Так я осознал, что семейные ценности для меня очень важны. И в APL мы приветствуем именно семейные ценности. Мы даже устраиваем специальные события, чтобы поддержать семейный пар APL. События компании отдельная история. Они делают APL не похожей ни на одну стиву компанию в мире. Гангстерские вечеринки на Кубе, три сотни пиратов на Камановых островах, настоящий Париж 30-х годов посреди Индийского океана. Каждое событие и результат плодотворной совместной работы с и мы можем просто сидеть обедать или ехать в очередное путешествие, как вдруг я вижу вспышки боли на глазах. В этот момент я понимаю все. Прощай, спокойная жизнь. Кстати, ну помнишь, мы с тобой катались на ярком кабриолете по Майами и мне захотелось всех партнеров прокатить в таких же ярких сочных машинах. И мы смогли реализовать эту идею на кубе. Свобода от начальства, от графика работы и душного офиса, финансовая независимость и возможность наслаждаться жизнью. Вот что получают лидеры в Айпел. Сетевой бизнес дает неограниченную свободу. Свободу от начальства, свободу перемещений. И благодаря нашей системе поддержки и обучения компании Айпел каждый новичок может достигать максимума гораздо быстрее и проще, чем А теперь давайте поговорим о том, что проигрывает тот, кто бросает начатое. Я часто встречался с людьми, которые обвиняют компанию, спонсора, государство, в общем, кого угодно, но не себя в своих неудачах. Поверьте, трудности на пути к успеху неизбежны. Они непременно будут. И преодолевая их, вы достигаете своего максимума, непременно разбираясь на высшем успеха. Мы просто обожаем это время, когда вся семья близко. Такое, к сожалению, бывает и часто. Но если это случается, мы играем в настольные игры, общаемся, планируем поездки, вспоминаем предыдущие события. пока самая любимая это магия Василии. Самое грандиозное событие в компании на сегодняшний день, это, конечно же, магия Василии. Благодаря ему я осуществил свою детскую мечту стать настоящим волшебником и эллимзионистом. Я хочу пожелать каждому партнеру найти и вспомнить свое детскую мечту и непременно ее осуществить. Я уже не раз признавался в том, что в моих венах течет сетевой маркетинг. Я настолько трастно влюблен в свою индустрию, что убеждаю всех на каждом шагу, что это лучшая индустрия в современном мире. Без вложений, без риска, не имея образования, можно достичь того, о чем вы просто мечтаете. Путешествовать по всему миру, общаться с теми, кто вам нравится, иметь настоящую свободу в передвижении, не зависеть от начальника, не согласовывать ни с кем свой отпуск, не это ли величайшая возможность в современном мире. Встречайте! Кений, миллионер, многодетный отец, президент и основатель Компании ЭТЛ Сергей Куликов. Это что-то нереальное, да, да. Благодарю, мне сейчас аплодируют и стоя, потому что они работают стоя. Вся наша съемочная бригада. И я понимаю, что сейчас аплодисментов заслуживаю от всех вас, так же, как я, вся наша команда. Так? А давайте узнаем прямо сейчас. Зайдите на наш сайт, там, где вы видите нашу трансляцию. Есть полупрозрачное меню. С правой стороны комментарии. Нажмите на панель с комментариями. И у вас появится чат. Прямо сейчас все заходите. Я дождусь. Все-все-все, кто сейчас смотрит трансляцию. Заходим на наш сайт. Надолго грузишься. Я хочу, чтобы вы в этом чате написали то, чего вы хотите достичь. Достичь уже следующему триумфальному событию. Следующие годовщины компании. Вы знаете, что это будет очень масштабное событие. Если уж мы в период пандемии смогли сделать нереальное, утерев нос всем другим сетевым компаниям и показать им, что они жалеют денег для своих партнеров на качестве, на обучение. Не инвестируют. Наверное, кризис. Ну что ж, это их право. Но прямо сейчас я сделаю то, что не сделает ни один президент, ни один владелец ни одной MLM-компании. Я вложу частичку себя в осуществление вашей мечты. Поэтому прямо сейчас напишите в чате о вашей цели. С каким результатом вы хотите прийти к десятилетию компании APL? С какой квалификацией буду поздравлять вас я? Какой значок будете получать вы? А самое главное, как сильно будет гордиться ваша семья вашими достижениями? Наверное, впервые в жизни вам по-настоящему повезло. У вас есть компания новой формации, где все пазлы сошлись воедино. Лучший, уникальный... Пока зайдешь, пока перейдешь... Я аж уже зашла. Теперь мы перейдем. Короче, написать я пока не могу. Что-то оно... Это компания, которая заботится о партнерах, потому что создавалась как ответ всей индустрии сетевого маркетинга. Я вижу, что увеличивается количество комментариев. Пишите. Пусть самые амбициозные, глобальные, масштабные цели, но вы должны их написать. Потому что если вы не знаете, куда вы идете, то вы никуда не придете. Я же хочу, чтобы 4 дня, которые мы с вами провели здесь, в интернете... Короче, у меня никуда не уходит мои комментарии. Что-то мне будет авторизоваться через кого-то. Зачем? ...принесли очень много пользы. Я хочу сделать так, чтобы вы добились большего, чем можете себе представить. В общем, я не сделаю. Итак, сколько у нас комментариев? Вы видите, пожалуйста, на экран. Ох, буквально за считанные секунды больше ста комментариев. Я знаю, что у вас все получится. Главное, вам самим определиться, в общем, я мысленно с вами. ...чего именно вы хотите? С каким результатом мы будем поздравлять вас на триумфальном, самом глобальном событии за всю историю APL? Если уж мы делаем девятилетие так масштабно, представляете, как мы будем праздновать миллиардный оборот? Как мы будем поздравлять тех, кто выйдет на сцену с чеком в один миллион в месяц? Такого не было еще ни разу. И мы к этому готовы. Лучшее руководство, лучшие консультанты, невероятные лидеры. И вы с ними познакомились. У нас есть все. Не хватает только больше амбициозных лидеров, которые точно знают, чего они хотят. Поэтому сейчас я обращаюсь ко всем вам, кто смотрит наши... ...эфир. Примите решение. Осознайте, для чего вы в APL. Здесь... Там мелко. Супер. Комментарии увеличиваются. Я знаю, что каждый из вас будет просматривать эту запись в течение месяца неоднократно. Я на это надеюсь. Именно для этого мы вам ее и предоставляем совершенно бесплатно на целый месяц всем участникам APL Planet 2020, чтобы вы могли раз за разом просматривать тренинги тех лучших спикеров мирового уровня, которых мы пригласили на наше мероприятие для вас. чтобы вы раз за разом просматривали выступления вчерашних спикеров, которые раскрывали всю тайну нашего продукта. Кто-то хочет получить дополнительную мотивацию от мощи компании, он просмотрит первый день. Ну и море, море просто инсайтов были услышаны вами сегодня. Я думаю, вот они, все пазлы сходятся воедино. И у нас есть еще одна маленькая традиция. Знакомиться с теми, кто стал чуть-чуть счастливее, чем все остальные. Помимо невероятных знаний и тренингов, они еще получают дополнительно подарки в виде яблочной техники от компании Apple. Мы готовы выйти на связь. с Барышевой Валентиной в Татарстан. Выводите, пожалуйста. Валентина, здравствуйте. Как меня слышно? Добрый вечер. Я вас слышу. Добрый вечер. Как настроение? Как дух боевой? Лучше всех. И Валентина у нас выиграла iPhone 11 Max. Вы в курсе? Да, в курсе. Я поздравляю. Вы сами будете пользоваться телефоном или подарите кому-то из родных? Нет, сама. Конечно, сама. Я хочу, чтобы этот телефон стал вашим счастливым инструментом, потому что шикарная камера. Очень быстрый iPhone. Благодарю вас. А вы как давно в бизнесе, Валентина? Два года. Два года вы пел? Да. Кто ваш спонсор? Мой спонсор Шакирова Венера в Казани. Поблагодарите своего спонсора за то, что она не забыла про вас, когда начала строить свой бизнес в APL. Скажите большое человеческое спасибо. Я благодарю всех, что я в компании APL. Я рада этому. Благодарю. нахожусь. Спасибо большое, Валентина. Увидимся, когда увидимся. Еще раз поздравляю. У нас есть еще один телемост, еще одна связь с победителем, который выиграл вчера еще один приз от компании APL. Ларина Энс, Германия. И она у нас тоже выиграла приз, который я разыграла. Это невероятный инструмент в виде колонки от компании APL. Вы меня слышите? Прием. Прием, прием. Как слышно? Как слышно? Павел, теперь я слышу. Вы меня слышите? Сергей Сергеевич, вы меня слышите? Я вас слышу. Как меня слышите? Я вас слышу. Я очень хорошо слышу. Как вам наше событие? Расскажите, поделитесь, пожалуйста, с гостями. Каково это, быть участником такого события, да еще и выиграть приз? Это просто обалденно. Я хочу рассказать, Сергей Сергеевич и вся компания, да, это уже не первое событие в моей жизни, то есть на пятилетие компания и это было просто, ну, я не знаю, это настолько меня впечатлило и было очень-очень жакарно. Эти компания я не забуду никогда. Да, это я и масштаб, и компанию с большим масштабом. Я участвовала в многих летней академии и все события, которые вы делали, я очень многих в один год, позапрошлый год, я, по-моему, три-четыре события посетила. Поэтому я очень рада, в этой компании нашла свое здоровье, да, я очень-очень люблю свою компанию, люблю этот продукт, и люблю всех людей, которые в ней. Поэтому сегодня было особенно приятно, как-то неожиданно, да, когда появилась запись на телефоне, чтобы выйти на связь с Москвой. Поэтому я могу сказать... вы выиграли колонку. В этой компании ЭТЛ вся моя семья. У меня три дочери и все три в компании регистрированы на пакет Даймонд. С Маргаритой Кальмой уже построили систему. Теперь буду со старшей дочерью, младшей дочерью. То есть это моя семья ЭТЛ. Благодарю, приятно слышать. я буду встречать в компании ЭТЛ. Спасибо большое. Благодарю. Приз найдет своего обладателя. Наш руководитель по Германии организует торжественную передачу вам в вашей колонке. Договорились? Да, договорились. Супер, благодарю вам за обратную связь. А мы ждем на связь Питайкину, Елену из Германии. О, еще один приз в Германию. Итак, Елена готова. Пожалуйста, соединяйте. Добрый, добрый вечер. Добрый вечер всем. Нас слышно? Да, вас слышно. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Мы вас поздравляем. Как вы узнали о том, что вы стали обладателями техники АТЭМа? Мы смотрели. Вы знаете, это было как будто послание какое-то. До утром встала, думала, ну, надо сделать зарядку. Как попросил Сергей Сергеевич, наконец, начинать действовать. Сделала зарядку, потом сделает вдруг, объявляет 35-38. Боже мой, это ведь нормы. Я думаю, ну, это послание вселенное. Все, на этом точка. Действовать надо. Благодарю. Благодарю вас за принято связать свою жизнь с АПЛ. А почему вы выбрали АПЛ? Это было случайно. Вообще, мой спонсор, Анна Наумов, она очень часто приставала, ну, купи, купи. Аня, куплю. И потом как-то задела, и как-то помаленьше думаю, ну, ладно, в уважение моей подруге взяла эти леденцы. И как-то вот, понимаете, с каждым днем больше и больше, правда, влюбились в эту компанию АПЛ. Это то, что именно станет успешным и вот именно через себя сделает успешных людей, через служение. Это так здорово. Хорошо? Спасибо. Благодарю. Благодарю вас. Спасибо. Действительно, самое главное никогда не останавливаться. Если вам кажется, что можно просто один раз предложить бизнес и тут же все примут решение, порой это бывает не так. И нужно второй раз, третий раз, четвертый раз предлагать. И у каждого человека есть свое время. Вчера, о, вернее, позавчера уже Том Шрайдер об этом очень подробно рассказал, да, что у каждого человека есть свое время, когда он готов вас выслушать. Главное продолжать. У нас есть еще один телемост. На этот раз это мы отправляемся в Австралию. Джон Барбер. Здравствуйте. Я помогу с переводом. Здравствуйте. How are you? Да, да. Да, слышу вас. Супер. Доброе утро. Да, у вас уже? Доброе утро. Я думаю, что вы получите макбук про стоило проснуться. ведь так? Да, да, абсолютно. Я вас поздравляю. Расскажите, пожалуйста, кто ваш спонсор, откуда вы, и как давно в компании? Мой спонсор Мэриэн Край, тоже из Южной Австралии, из Штата. Она рассказала мне об этом несколько месяцев назад, показала продукцию, и я присоединился к компании, и я использую различные продукты из вашей линейки. Какой продукт вам нравится больше всего? The one I've had the best success with is the normal one, the NRM. I'm diabetic, and that keeps sugar levels down quite low. НРМ, который снижает уровни сахара и плюс СТП и релакс. И слайд, который облегчает мои боли. Супер. У меня есть несколько хороших новостей для всех партнеров в Австралии или для тех, кто хочет строить бизнес в Австралии. У нас уже открыто два RSO в Австралии, и совсем скоро мы откроем там хорошее, солидное представительство, потому что я уже открыл компанию APL GO Австралия, открыт уже расчетный счет, и мы начали процесс регистрации TGI. Поэтому совсем скоро мы напрямую с завода отправим большую партию наших дрожжей в Австралию. Следовательно, каждый в Австралии сможет начать пользоваться этой продукцией еще быстрее и еще больше. спасибо большое за ваш выбор. Благодарю вас, благодарю вас за вашу продукцию, очень классная продукция. Спасибо. Да, вы представляете, четыре дня уже позади. Пришло время завершить наше грандиозное событие. Но, несмотря на то, что событие сейчас закончится, я уверен, что работа будет продолжаться долго и долго. и все на благо вашего бизнеса. Потому, что столько полезной и практически применимой информации не может пройти мимо. Это то, что будет реально приносить пользу вам и вашему бизнесу. Я хочу напомнить, что в течение целого месяца вы сможете пересматривать тренинги наших обучающих дней. А самое главное, закреплять полученные знания на практике. Итак, в честь девятилетия мы разыграли девять яблочных призов. А сейчас в честь следующего года я хочу разыграть десятый триумфальный приз. Готовы? И это сделаю сейчас я от себя. Кто из вас хочет стать счастливым обладателем десятого юбилейного приза лично от меня? Это будет часовой коуч и анализ вашего бизнеса по телефону и обязательная встреча, когда я буду совершать турне в вашем регионе, в вашем городе и в вашей стране для того, чтобы мы смогли закрепить полученные знания в неформальной обстановке за обедом или ужином. Подытожим. я лично разберу ваш кейс и встретимся с вами, чтобы результат отпраздновать и закрепить вашу победу. Кто из вас хочет прокачаться на сто процентов, изменить свою жизнь? Все хотят. Возьмите номера своих билетов и скажите я. Я. Если вы сказали я, то возможно именно вы и вы играете. Выводите, пожалуйста, генератор случайных чисел. Посмотрим, кто станет счастливым обладателем того, что реально может менять жизнь. Потому что все те партнеры, которые проходили обучение лично у меня, изменили свою жизнь. Скромные люди зарабатывают скромные деньги, а вы знаете, что я далеко не скромный человек, потому что я знаю на что способен. Я знаю результаты тех людей, которые прошли прокачку лично от меня. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит, да? Но меня хвалят миллионы, поэтому сейчас каждый сможет испытать удачу. Пожалуйста, ведите, всего один человек, это будет десятый такой, триумфальный. Уже 11 тысяч 50 проданных билетов. И среди них сейчас мы запускаем наш генератор случайных чисел. Поехали! 29 39! кому-то повезло больше всех. Поздравляем того, кто только что выиграл мой персональный коуч, прокачку, личную встречу с обедом. 4 дня, 4 насыщенных, ярких, жарких, я бы сказал, дня пролетели как один миг. Огромное количество тренингов, встреч, новостей и прокачки получил каждый участник KPL Planet, который стер все границы видимые... Любочка, почти рядом. Первая и третья цифра мои. Как заканчивается, к сожалению, еще одно событие, которое вошло в историю. Как, пожалуй, лучшее событие в индустрии и все маркетинг и онлайн. Готовясь к этому событию, мы с Олей просмотрели сотни мероприятий великих ораторов и спикеров других компаний и поставили для себя такую планку... Все хорошо, кому-то нужней. У меня другие цели. Вряд ли какая-то компания когда-либо достигнет. Но мы всегда идем на шаг впереди, мы задаем моду, мы переписываем историю, потому что вкладываем в каждое событие душу и сердце. Мы делаем так, чтобы каждый партнер EPL мог по-настоящему гордиться сопричастностью к чему-то большому, глобальному и великому. Вот как бы это так пафосно сейчас не звучало, но это действительно так. И у меня на сегодня все. Желаю вам счастья, любви и терпения. Храни вас Бог! Пока-пока! Да-да-да-да, Любочка. Всего всех благ всем. Успехов! Да! Мы это сделали! Еще одна годовщина совершена! Еще одно громкое, глобальное, невероятное событие позади. А теперь всех участников события я приглашаю на нашу шапку, на наш финал. Спасибо! Спасибо!